Я не знаю, надеюсь, сейчас все будет нормально, потому что, ну, это забавная хуйня получилась, и, я думаю, пару зрителей, короче, так, вроде как все, началось вещание, вот, скажите, как меня слышно, видно ли меня на стриме, слышен ли мой голос, но, вот прямо сейчас случилось то, все, вроде как стрим запустился, да, все нормально, Короче, Юлик с предыдущего своего, с предыдущей своей поездки, когда Юлик сюда приезжал, мы проводили два стрима, сначала на моем канале, а потом на канале Юлика, и так уж получилось, что с того времени я стримов не проводил и совершенно забыл, что у меня все настройки для того, чтобы вещать, ну, на канале, были подстроены под канал Юлика, и поэтому, как только я запустил трансляцию, я запустил ее на канале Юлика, и я об этом понял буквально в эту же секунду, я такой, ну, блядь, по-моему, вроде как мы у Юлика вещали на канале последний раз, и настройки я не менял, захожу, и, да, стрим начался на канале Юлика, но я рад, что я быстро разлю эту проблему, я надеюсь, сейчас меня видно, слышно, у тебя стрим одновременно с Габзавром почти начался, ты весь в курсе, что все его пойдут смотреть, ну, я надеюсь, что несколько зрителей еще останутся на моем канале, я всех приветствую, дорогие друзья, с вами Кузьма, снова я, вещаю для вас, и сегодняшний стрим, так, я, ну, это, короче, ситуация, которая могла бы приключиться либо с таким человеком, как я, либо с таким человеком, как Юлик, больше ни с кем абсолютно, вот, мы особенные, в общем, сегодня я вещаю на стриме в честь того, что я поеду в Москву, а, в честь, блять, ну, смысл в том, что я собираюсь уехать в Москву снова на несколько дней, мы решили с Юликом в последней его поездке, что мы будем устраивать подобные командировки раз в неделю, о, раз в месяц, там, раз в два месяца, потому что мы в разных пока что находимся геопозициях, он находится в Москве, я в Питере, и у нас очень много идей совместно, где мы продумываем, там, одну идею под Юлика, одну идею мы, ну, какую-то идею Юлик придумывает, и она больше подходит ко мне, то есть, какие-то идеи мы продумываем на двоих, и типа такие, да, вот, мы сможем сыграть оба вот эту хуйню, ну, мы можем эту хуйню сделать, но только если мы будем вдвоем, и поэтому я и делаю раз в месяц поездки, можно сказать, командировки, вот, и я собираюсь новую командировку сделать, вот, в этом месяце, на четыре дня, у меня готово сейчас два ролика уже полностью готово, которые я сниму с Юликом в Москве, и я надеюсь, что я успею еще один придумать хотя бы, в идеале, конечно, это, ну, иметь сценарий для четырех роликов, чтобы приехать, все это дело снять, мы для Юлика придумываем четыре ролика, чтобы, ну, он тоже мог что-то снять, в общем, чтобы поездка в Москву была продуктивной и не бесполезной, чтобы можно было делать, как говорится, контент, вот, поэтому скидывайте сегодня свои донаты, я думаю, что вопросы какие-то у вас ко мне поднакопились за это время, поэтому в донатах скидывайте свои вопросы, я постараюсь на них ответить, если это будет интересный вопрос и будет что обсудить, то, блядь, я и попробую подольше там порассуждать на какую-то тему, которая у вас там взволновала, вот, если, конечно, вам интересно мое мнение, вот, и, ну, да, в общем, буду иногда поглядывать сегодня еще в чат, вот, ютубовский конкретный, вот, так что я надеюсь, трансляция пройдет интересной и увлекательной, и сейчас, ну, вот, самое первое, что я хотел обсудить, тему, я вот перед трансляцией за полчаса наткнулся случайно на один видос, он мне выпал в рекомендуемых, и видос, в общем, был, ну, типа, русский мальчик покорил китайскую аудиторию на китайском шоу талантов, вот, и он, ну, типа, как, ну, это выглядит, как там, какая-нибудь минута славы, или Украина моя талант, то есть там три ведущих, три судьи, выходит участник, Далун Попов, е-е-е, Кузьма-Дыбенко, когда? Ну, чуть позже сначала это расскажу, 200... Е-е, Кузьма-Дыбенко, когда? 200 рублей, большое спасибо. В общем, выходит участник и показывает свое выступление, ну, и вышел там пятилетний пацан, вот, русский, и у него начали спрашивать вот вопросы, типа, вот, в чем твой талант заключается, что ты умеешь делать, и он начал объяснять, что там я, э-э, ну, я умею, ну, я занимаюсь каллиграфией, музыкой, я занимаюсь, там, э-э-э, когда в Москву едешь, в какой, э-э, регион, э-э, точную дату я не знаю, вот, когда я поеду в Москву, вот, вот, я пока еще думаю, но это будет скорее где-то в числах десятых, в одиннадцатых, может, позже чуть-чуть, пораньше, ну, примерно так, вот, он начал, типа, я увлекаюсь каллиграфией, я увлекаюсь музыкой, я увлекаюсь шахматами, я увлекаюсь еще, там, вообще, огромное количество, миллион занятий, они спрашивают у него, что ты еще умеешь? Он говорит, я еще умею разговаривать на пяти языках, а они говорят, типа, на каких? Он говорит, я умею разговаривать на китайском, на русском, французском, испанском и на английском, да, естественно, и я вот подумал, ему же пять лет, типа, пятилетний ребенок знает пять языков и ходит на разные, и он еще там говорил, что там, я занял второе место в шахматном турнире, на который меня посылал батя, я занял, там, третье место в конкурсе каллиграфии, я занял, там, второе место в музыкальном конкурсе, ну, какое-то такое, и я вот думаю, типа, ну, ведь я, ну, ясен хрен, что это не пацан такой, йо, батя, пойдем запиши меня на каллиграфию, или йо, батя, я хочу научиться играть на музыке, то есть его просто тупо нагружают, ему пять лет, и его уже в таком количестве нагрузили, и я вот сейчас вообще смотрю, у меня многие одноклассники, какие-то вообще мои одногодки, с которыми я общаюсь, там, знакомые, друзья, то есть не относящиеся к видеоблогингу, уже многие вышли замуж, кто-то женился, у кого-то уже есть дети, и типа, ну, они говорят, что вот я буду ребенка своего занимать, мой ребенок будет ходить на разные кружки, на разные там секции, он будет ходить и в спорт, он будет ходить и в шахматы, и в подготовительную школу, и, с одной стороны, я думаю, что, наверное, это хорошо, потому что, ну, лично мной родители, я не говорю, что, йо, у меня плохие родители, вся херня, у меня, ну, обычные родители, я думаю, что все дети, в Москву, говоришь, Пентим Бич поедешь, да, в Москву, вот, у меня, типа, ну, все, кто родился в 90-х, наверное, у них были примерно одинаковые занятия, потому что время было тогда достаточно бедное в России, и родители крутились, чтобы, ну, как угодно крутились, чтобы можно было работать, можно было зарабатывать, содержать своего ребенка, там, ну, не для того, чтобы вводить его на огромное количество секций, а для того, что, там, еду ему купить, там, одежду какую-нибудь, я не знаю, раз, там, в месяц в Макдональдс какой-нибудь сводить, на такие вещи, а сейчас, и, в основном, то есть, у меня не было, там, каких-либо занятий, я не ходил в какие-то секции, и вот единственная секция, в которую ходил, наверное, это был театр, который меня мамка отдала в 13 лет, причем, ну, отдала, потому что я был лютым ублюдком, и, ну, правда, мразотным достаточно таким школьником, вот, и, типа, путем театра я бы, как бы, исправился, я бы стал лучше, я бы вот эту всю свою негативную энергию, которую вымещаю, там, в нежелание учиться и прочих таких хуйнях, я бы ее выплескивал в актерское мастерство, в театр, вот, это единственная секция, на которую я ходил, и я вот думаю, вот, что, неужели сейчас все современное поколение, неужели все дети, которые вот рождаются сейчас, они вот будут что-то вроде подобными вундеркиндами, которые будут ходить на огромное количество секций, которые будут ходить, там, в дошкольные классы, ну, я сам ходил в дошкольный класс, но вы мысль поняли, то есть, настолько, вот, забивать ребенку время, и хорошо ли это будет, неужели, типа, это будет, правда, поколение детей, которые, там, вырастет охуительными музыкантами, которые смогут охуительно рисовать, уметь петь, там, и все это уже в 10 лет, то есть, ну, не отличет ли ребенка, вот, подобная нагруженность от чего-то вот такого творческого, я не знаю, я не говорю, что просмотр телека и каких-нибудь, там, передач, мультиков, это творческое занятие, я просто, когда ты бенка, пук-пук-пук-пук-пук, удачи на стриме, спасибо, динь-дон-ты-гандон, вот, ну, вот, много, то есть, там, юмора моего, который есть сейчас, который нравится вам в роликах, там, какие-то интонации, которые я использую, я, ну, беру, там, заимствую их, вот, из того, что я смотрел в детстве, то есть, там, какие-нибудь вещи или, там, скетчи, там есть по-любому отголосок чего-нибудь, там, какого-нибудь Саус Парка, который я смотрел тогда, первый сезон только-только начал в России показываться в 2000-м или 2001-м году по РЕН-ТВ в переводе Гоблина, там, или уже в 2002-м в переводе МТВ, потом над... Ну, такие хуйни, то есть, Кузьма, так, а по поводу дебенка, ну, в общем, мысль мою поняли, типа, йоу, если нагружать ребенка, неужели ребенок станет вундеркиндом, неужели ребенок сможет проявить себя во всех ипостасиях, в которых, вот, его нагружают? С одной стороны, наверное, типа, это полезно, то, что больше возможностей, то есть, там, ребенок увидит больше и, возможно, сможет найти себя в чем-то из этого, поэтому нужно нагружать. С другой стороны, ну, типа, если он будет постоянно нагружен, то сможет ли он как-то, вот, проявлять свою творческую активность? Ну, типа, так, ну, короче, бля, это такое. Вот, по поводу дебенка, сложно, сложно очень по поводу дебенка, потому что, блин, очень много донатов сыпется, это хорошо, больше членогалища, Кузьма, отключи чат, нищеброды, не люди. Нет, я иногда поглядываю в чат. Вот, кстати говоря, еще я сегодня делаю росписи, сигны, 300 рублей роспись на стене у вас будет от меня, 500 рублей, я вот буду с листочком, вот, с вашим именем, вот так вот сможете показывать одноклассненько, говорить, это Кузьма, это Кузьма, и он держит мое имя. Вот. С дебенка сложно, потому что я хотел сделать даже отдельный видос, запилить, вот, по поводу того, насколько много я узнал, вот, что касаемо съемок, вот, сериалов, там, любых вещей, вот, после дебенка. И дебенка, самое сложное, это люди, потому что, то есть, нисколько написание сценария, написанием сценарием занимаемся мы вдвоем с Юрой, это занимает один день, нисколько сложно снять, потому что съемки мы тоже, я уже лучше организую свои съемки, то есть, у меня получается, вот, правда, в один день, полный день снять целую серию, и, в принципе, это неплохой результат, то есть, 18-20 минут за один день снять, это очень продуктивная работа. Дебенка, самое сложное в дебенке, это собрать людей, потому что я никому не плачу, потому что у меня нет денег, вот, но я никому не плачу, потому что это любительский проект, так или иначе, у меня нету спонсорства, вот, я хочу на второй сезон, возможно, ну, точно, если, когда мы снимем первый сезон, на второй уже, там, искать рекламодателей каких-нибудь крупных, по типу, там, Самсунга, может, какого-нибудь, ну, вот такую крупную достаточно компанию, которая бы согласилась, вот, сотрудничать со мной, то есть, и дал бы мне бюджет, к примеру, миллион, вот, один миллион на полноценный сезон из 10 серий, я думаю, он будет, если мне выделят, собственно, бюджет, это вот сумма, которая может покрыть вообще абсолютно все расходы, вот, чтобы сделать сериал таким, какой я его хочу сделать, вот, это покупка оборудования, нужного для съемок, это обеспечить всех едой на съемках, оператора, всех актеров, там, все технический персонал, которые просто там люди помогают нам всякими хуйнями, вот, там, я не знаю, купить реквизит нужный, в общем, миллион, это вот та сумма, которая может покрыть полностью создание хорошего интернет-сериала, это не покроет создание настоящего сериала для телевидения, то есть в Америке, там, производство стоит одной серии, наверное, миллионов 5-10, вот, но вот один миллион на 10 серий, я считаю, достаточно приемлемая и приземленная сумма, если получится ее собрать, тогда все будет намного проще, ну, так вот, возвращаясь к старому, в Дебенко самое сложное это собрать всех, потому что, когда вопрос касается 9 человек, вот, ну, 9 блогеров, у которых есть там свои занятия, свои дела, это все сложно, там, собрать всех в одном месте, вы попробуйте подобный эксперимент провести со своими школьными друзьями, собраться в кино, к примеру, ну, ладно, не со школьными друзьями, сразу со своими коллегами по работе, к примеру, или со своими, ну, вот, учащимся в высших, там, учебных заведениях, да, студентов, собрать в одном месте 9 человек самому, это сложно, у всех свои дела есть, У всех там кто-то в отпуске находится, кто-то еще что-то. Это просто очень трудно сделать. Плюс главное, Ильич. Ильич это антагонист. Вот, в Дебенко первый антагонист, можно сказать. И у Ильича очень плотный график. У него постоянно выступления, little big. Вот я с большим трудом вообще до него дописался и позвал на роль. Хотя я тянул очень долго с выпуском серии. И очень много получал там злобных сообщений, где Дебенко, сука, и прочее. Но я рад, что я не пошел на поводу и типа дождался, пока Ильич будет свободен. Потому что тут вот два варианта. Либо пойти под требования аудитории, которые хотят получить свой любимый контент. Либо подождать, конечно, получить от этого много отписок и прочей хуйни. И сделать так, как ты считаешь правильным. Так, как ты считаешь нужным. И сейчас у little big'а вроде как начинается концертный тур. И пока Ильич не будет свободен, чтобы потратить целый день на Дебенко, я не смогу снять Дебенко. Я не могу променять этого человека на другого, к примеру. Не могу заменить. Нет. Была предпоследняя серия с явным намеком на то, что будет происходить в последней серии. Ну, с интригой какой-то. И поэтому нельзя просто выпустить серию без Ильича. Поэтому, как только я смогу всех собрать, опять же, в одном месте, все снять, выпустить последнюю серию в первом сезоне, хорошую, красивую, чтобы все получилось так, как я задумывал, тогда и сниму. Вот. Не буду обещать, что через неделю, через две, как только появится у всех время, как только будет возможно всех собрать, я, собственно, все буду снимать. Так, я пока проверю еще донат. Я пропустил один, пришел. Я, кстати говоря, странная херня, но вот что-то вот нервничал так же, как перед вот живыми выступлениями, когда еще ездил со всякими стендапами. Не знаю, почему, вот, просто такой небольшой мандражик был перед стримом. Кузьма, не думал пойти на кинорежиссерское или киносценарные курсы, чтобы были какие-то маломальские знания в кино? Я, в принципе, вот, что касается сценариев, то я забиваю пробелы. Вот, в познании, там, создание... Так, а что случилось такое? Я не понимаю. Вебочка отключилась. Так. Ну, и... Так, окей, хорошо. Так, окей. Я просто вот это сделаю. Да. Вот так вот, да. Так, вот так вот. Вот. И вот так вот. Ага. Вот, я все пробелы, вот, что касаемо сценарных познаний, забиваю, вот, книги, книгами по сценарной тематике. Их очень много, и мы их очень много читаем, в огромном количестве, если честно. Вот, не как хвостовство, не думайте, но, правда, вот, книги по сценарному мастерству, как-то вот пробелы, вот, что касаемо сценария, заполняют. Вот. Что касаемо режиссуры, то, и опять же, у меня есть пару книг, вот, именно по режиссуре, по актерству, которые я тоже стараюсь читать, хотя вот сейчас основной упор на сценарий взятый. В принципе, грубо говоря, у меня есть в голове знание о том, как сделать, вот, правильный сценарий. Не факт, что я его напишу, не факт, что я его смогу реализовать, ну, до конца эти знания, так, как нужно их реализовать. Но знание о том, вот, как пишется сценарий, в принципе, у меня есть, вот. И, наверное, слишком уже поздно поступать на кино, на режиссуру, на актера. Ну, не в смысле поздно, то есть возраст уже не тот. Наоборот, наверное, вот, актерам лучше становиться не в юном возрасте, а чуть попозже. И, не помню кто, у меня знакомый учится в театре на Маховой, вот, СПБ Гуки или, не помню, как называется, вот, аббревиатура это. Он говорит, что вообще, когда вот приемная комиссия смотрит на людей, которые хотят поступить на актерский, то есть они смотрят на людей постарше. Вот, не на 16-17-летних пиздюков, а на там 23-летних, 24-летних. Потому что, когда дело касается поступления в театральный, вы должны прекрасно понимать, что вы там будете очень долго и очень много. И, скорее всего, свою личную жизнь и прочие вещи вы будете строить внутри театра. Потому что это та работа, которой нужно отдаваться полностью. Это та работа, которая будет занимать у вас все время на репетициях, на выступлениях и, собственно, на учебе. То есть в театральном вы учитесь на парах, после идете на репетиции, после какие-нибудь тренинги с вами проводят и выступления. А если дело касается еще какого-нибудь тура, к примеру, театр ездит по городам. Ну, сами понимаете, в общем, на это нужно очень много времени. И я имею в виду, что вот поступать на вот подобные факультеты, это сложно с точки зрения того, что я не могу сейчас бросить блогинг. Потому что, ну, блогинг это основной мой хлеб и, в принципе, в видеоблогинге я реализую то, что я и хочу реализовать. Видеоблогинг не дает никаких рамок для того, чтобы не делать кино. То есть в теории же может появиться кино на ютубе. Не обязательно для этого работать в студии, там, Мосфильме каком-то. Ну, я грубо говоря, то есть не в Мосфильме, но вы поняли, да? То есть снять свой фильм, смонтировать его в Вегасе и, ну, написать сценарий, снять свой фильм, смонтировать его в Вегасе и выпустить на ютубе. Ничем, ну, ютуб никак не ограничивает это. То есть вы в любом случае это можете сделать. Вам не нужно для этого поступать на, там, кино и режиссуру. Конечно, фильм ваш может выйти полным говном и хуйней, но по факту, да? То есть не обязательно тебе иметь образование, чтобы ты мог открыть документ в Ворде и написать сценарий. В общем, мысль моя понятна. Вот, поэтому все, что можно сделать на ютубе и реализовать себя вот в плане кино, сериалов я могу сделать. И мне пока для этого не нужно поступать в театральный. Вот, хотя, может быть, это даже было бы лучше. Что думаешь о Говарде Лавкрафте? Знаком ли с его произведениями? Какие из его произведений тебе симпатизируют? Ну, короче, что касается Говарда Лавкрафта. У меня был сборник «Малое собрание сочинений». И я засел, почитал очень много вот этих маленьких рассказиков, но вот как-то в итоге забил. Потому что сейчас у меня вот литература, которую я читаю, в основном профессиональная, направленная на то, как сделать себя лучше актером, как сделать себя лучше сценаристом, вот, который именно чему-то учит в профессиональной деятельности. Вот, я вообще за свою жизнь прочитал две мотивирующие книжки, абсолютно случайно, кстати говоря. Вот, и одну из них я не прочитал, а прослушал видео-аудиокниги. Вот, и вот такой литературы, когда вот ты выбираешь профессиональную литературу, нужно остерегаться всеми возможными способами. Есть типа годные люди, которые пишут про сценарий и рассказывают вам про то, как сделать сценарий. Там Роберт Маки какой-нибудь, какой-нибудь там, я не знаю, как его там, ну вот «Спасите котика» есть книга, вот это. Она учит вас науком, она вот учит того, как должна развиваться сюжетная линия, как там должны происходить конфликты, вот, что касаемо сценариев. Такая литература полезна. А есть, короче, ну, книги, которые вас не учат сценарному мастерству, а учат как быть типа сценаристом. Типа учат вас тому, как нужно, там, обязательно пишите одну страницу сценария в день, там, обязательно уберите все вредные привычки, это мешает писать сценарий. То есть, вот такую литературу, которая просто учит жить, такую литературу нужно остерегаться. А вот профессиональную литературу сложно найти. Как относишься к Ивангаю, Луложке, Спилберг и ходил ли на их фильмы? Меня сегодня звали на премьеру фильма «Взломать блогеров». Вот, я не пошел. Ну, я вообще как-то сторонюсь от подобных публичных мероприятий, где очень много блогеров находится. Мне не очень это интересно, потому что все люди, которые там присутствуют, я могу с ними и так пообщаться. И чаще всего мы общаемся вот по работе. То есть, вот рабочие моменты какие-то. То есть, я там говорю, есть ролик, приезжай, снимем. Вот, мне нравится реализовывать себя и реализовывать дружбу с другими людьми через работу. Мне нравится именно что-то снимать, что-то придумывать вместе. Вот обычные посиделки, к примеру, большое сообщение, чуть позже прочитаю. Большие посиделки, там, в кино сходить, в театр, в бары, я не очень люблю. Потому что, вот, это абсолютно убирает творческую составляющую. Потому что мы люди творческие, нам нужно говорить о творчестве и постоянно думать над тем, как можно сделать что-то прикольное, думать над тем, как можно сыграть, как можно, там, как можно что-то снять, как можно что-то придумать, такие вещи. Вот, поэтому не пошел я сегодня на «Взломать блогеров». А что касается, ну, вообще вот этого фильма «Взломать блогеров», я читал где-то, что он будет идти в прокате всего три дня. И дальше, наверное, его вылет на YouTube. Я думаю, что этот фильм, вот, как, вот именно предназначен для того, чтобы срубить бабла. Его быстро сняли, его быстро придумали, его быстро сняли, его быстро смонтировали, быстро в кинотеатрах прокатят, вот, и все, закроют. И сразу же новый фильм пойдет. То есть, вот, возможно, начнется эпоха фильмов от блогеров, вот, в плане попила, не попила денег, а зарабатывания денег. Вот. Это что касается «Взломать блогеров». Йоу, спасибо, распишусь. Если чешишься, более ты потерп, надеюсь, у тебя все получится. Спасибо. Вот, обязательно распишусь. Может, завтра, послезавтра примерно. Я в предыдущей росписи не сразу сделал, пришлось чуть попозже всей этой хуйней заняться. Вот. Что касается фильма «Дизлайк», вот. Ну, я не знаю, вот, это вот, знаете, вот, хорошо, окей, вот, смотрите, как я, вот, вот, какой я человек именно как зритель Ютуба, да, вот, как подписчик. Вот, у меня так есть, у меня есть, вот, подписки на каналы каких-то моих друзей, есть подписки на каналы каких-то блогеров, которых я смотрю, там, есть подписки на каналы, которые чему-то учат, там, к примеру, работать в Sony Vegas, да, там, чтобы можно было сделать какой-нибудь прикольный эффект. Ну, такие хуйни. Вот. И у меня, если я смотрю канал какого-нибудь чувака, там, своего друга или блогера, там, стороннего, неважно, и вижу, там, рекламу, какое-нибудь, там, хуёвое видео, у меня как-то никогда не возникало в голове поставить дизлайк. То есть, вот, у меня нету такого, что, вот, там, я отписываюсь от кого-то после каких-то неудачных видео или ставлю дизлайки на рекламу. Для меня это какая-то ненормальная позиция. Типа, вот, мне ни горячо, ни холодно от того, что есть фильм дизлайк, и он плохой. Мне похуй как-то на это. Потому что, ну, типа, я прекрасно понимаю Машу Вэйб. Блядь, у Маши Вэйб 5 миллионов подписчиков. Ей сказали, мы тебе заплатим много денег за то, что ты снимешься в фильме. Она снялась в этом фильме. У меня никаких претензий к этому нету. Она не актриса, попробуй себя в чём-то новом. То есть, мы-то, конечно, сидим в диванной кукарите и такие, о, как все хуёво сыграли в этом фильме, о. Но я уверен, что для Маши Вэйб была серьёзная херня. То есть, она такая, я никогда не снималась в кино. Попробуй себя в чём-то новом. Почему бы и нет? Так, так, так. Ну, в общем, да. Это что касается фильма «Дизлайк». Отлично. Всё, что тебе нужно для актёрского мастерства, Никита, это перестать, наконец-то, нахуй трясти башкой и смотреть, сука, в камеру. И ты станешь великолепным актёром. Ну, я знаю прекрасно, да, вот, по поводу вот такой хуйни. Я стараюсь её делать со временем меньше, стараюсь делать работу над ошибками. То есть, вот, Ватсона, мне очень многие говорят, что я неплохо сыграл Ватсона. Ну, ладно, мне многие говорят, что я хорошо сыграл Ватсона. Но я вижу вот моменты, где я хуёво сыграл. И вообще, когда угодно, чем бы я ни занимался, то есть, там, что касаемо футбольной школы Кузьмина, что касаемо, там, каких-то блогов, где я хуйню какую-нибудь спарю, вот, как про науку и научпок, я вот эти все ошибки вижу или вот замечаю со временем. И я эти ошибки вижу, я надеюсь, я когда-нибудь смогу уменьшить количество этих ошибок до минимума. Вот. Ну, и стараться добавлять что-то в свою актёрскую игру. Хотя, вот, мне не нравятся эти обсуждения. Фильм, актёрская игра и прочее. Нет, мне нравится так думать. Мне нравится думать, о, я, Никита, ты актёр, молодец, ты там перевоплощаешься. Но, с одной стороны, тоже так говорить, знаете, вот, когда там настоящие актёры, наверное, они очень бомбят с этого, когда какой-нибудь хуй с Ютуба такой, я, актёр, то есть, их это очень бесит, вот. Кузьма, честно говоря, пока что, кроме Дебенко, ничего интересного у тебя не увидел. Все эти кривляния с Хованским Юликом в посредственных роликах, это не то, чего ты стоишь. Видно, что у тебя есть талант, сдвигайся дальше, развивайся, удачи тебе. Во всём. Ну, я думаю, что очень многие люди, которые сейчас на стриме сидят, ну, примерно такого же мнения, вот, что Дебенко – это самое лучшее, что они видели. Но, в принципе, я не против такой позиции, потому что я уже говорил, у меня каждый новый проект идёт лучше предыдущего. Каждый раз я создаю новые шедевры. О, о, Джузеппе! Когда-то была футбольная школа Кузьмина, потом это Шеф Гридин, потом это Тебенко, потом ещё что-нибудь будет. Вот. Есть идея для короткометражки. До лета отложу, правда, её. Вот. Ну, в общем, идеи очень много. Правда, не все их можно сразу реализовать. Для этого нужно времени очень много. Вот. И свободного времени. Вот сейчас у меня время не свободное, потому что сейчас у меня очень много висят реклам, которые нужно сделать. Потому что у меня был переезд, ремонт в квартире новой. Я потратил очень много денег, соответственно, взял очень много рекламы. Я надеюсь, что я с рекламой вот разберусь и уже смогу себе нормально. Вот. Вот что касаемо рекламы делать. То есть там повысить может прайсы, взять поменьше рекламы, но чтобы было свободное время для того, чтобы можно было подумать над какими-то крупными проектами. Вот. Как-то так. Так, тут был какое-то сообщение. Я его буквально одним взглядом увидел. Попробую его прочитать. Какие сериалы будут на канале помимо Девенко? Или будут ли они вообще? Да и вообще канал не очень, скучный очень. Делай концерт веселее. Вот. Но в принципе, в принципе, у меня всю карьеру ютубовскую и так и было. Да. У меня один проект, который людям нравится, и остальные, которые никому не нравятся. Ты не сказал, как ты относишься к Ивангаю. Ну а что к Ивангаю? Я считаю, он вполне себе реализовал себя, как блогер. У него сколько? Почти 10 миллионов, уже 10 миллионов подписчиков вроде как было недавно. И, ну, глупо предъявлять, что... Ну что должен сделать Ивангай, чтобы в глазах каких-то претензиозных зрителей он заслужил эти 10 миллионов подписчиков? Снять собственный фильм? Или что, блядь? Написать рок-оперу? Или Ивангай должен собственный сериал какой-то придумать? Или что-то еще? Нет, Ивангай делает контент для людей. Да, там, для основной аудитории. Вот, Ивангай человек, который прекрасно понимает аудиторию на ютубе. Вот это нужно аудитории. Нельзя осуждать аудиторию, что, о, все дегенераты и прочие. После Ивангая будет новый Ивангай, про который будет то же самое говорить. Типа, чувак знает, что нужно его аудиторию. И он это делает. Он все правильно делает. Мне не за что его осуждать. Типа, Ивангай не выпускал видео в стиле, да, знаете, я вообще так думаю, да, с этими живодерками. Неправильно их осуждают. Нет, Ивангай ведет нейтральный контент. Контент, который можно показывать на 10 миллионную аудиторию. Не сказать, чтобы этот контент как-то разлагал эту аудиторию. Не сказать, чтобы этот контент делал умнее эту аудиторию или еще что-то. Это контент, просто вот контент, который нужен людям. Который люди хотят смотреть. Он этот контент дает, и он имеет поэтому все плюхи с этого дела. Поэтому Ивангай делает все правильно. Вот нормально. Ваня, когда, ну, чуть-чуть упадет спад с его популярности. Если Ваня смотрит, Ваня, знай, пиши. Возьмем тебя, сериал сделаем. Вот я, ты, Юль. Юраз будет, вчетвером сделаем сериал общий. Пиши, Ивангай, добавляйся в друзья. Все, открыт к любому сотрудничеству. Если ты пока не готов. Если пока у тебя слишком много, ну, просмотров, подписчиков. Я понимаю, тебе нужно плоды с деревьев эти собрать, да. Вот максимально все сливки, да, получить. Но после, Ваня, приглашаем тебя в Петербург из Америки. Приезжай, будем снимать шедевры. Вот, это официальное заявление, к слову, официальное приглашение Ивангая в участие в проектах Дебенко, там, роликов, скетчей. Приезжай. Мы будем тебя видеть. Рады видеть. Никита, мы поняли, что ты хочешь с ним сниматься. Но, кто не хочет сниматься с Ивангаем? Это херня полная. Если есть хоть один блогер, который такой, не, я не буду сниматься с Ивангаем. Для меня это зашквар. Плюньте ему в лицо. Плюньте. Потому что Ивангай, он, о, ему, о, Ване нужно попасть в нужные руки. И тогда мы сделаем с ним шедевры. Вот. Вот, так что, как-то так. Да, вот, что касается... Кузьма, ты постоянно улыбаешься, неловко смотреть, потому что видно, что ты не уверен в себе. Я просто давно как-то не вещал на ютубике, не делал какие-то трансляции. И я уже говорил, что у меня что-то перед стримом был какой-то странный мандраж, блядь. Вот как вот перед живыми выступлениями, когда он бывает, сейчас был перед стримом. Для меня это необычно, потому что, ну, типа, я пять лет уже вещаю в различных, там, родейках, стримах, эфиров и прочее. Вот. И сейчас как-то странно. Не могу понять, в чем дело. Сто рублей скинул человек. Планируешь ли себя реализовывать в чем-то, кроме комедийных жанров? В плане роликов, сериалов. Спасибо за творчество, Михаил Скинул. Пока нет. Я не хочу делать какие-то такие прогнозы на будущее. Пока что моя деятельность направлена на то, чтобы сделать гогошные комедии. Вот как Гамас говорил, гогошная игра, да, или гогошный видос. Это значит смешно, да. Там или, ну, или хорошо. Гогошно, хорошо, вот как угодно. Такое слово можно к много чему применить. Вот, я пока думаю над тем, как сделать гогошный хороший контент. Вот, я считаю, это правильная позиция. Я не думаю над тем, там, про драмы, фильмы ужасов, там, ну, какие-то другие жанры. Ютуб – это комедийный жанр. И нужно тут снимать в комедийном жанре. И до 500 тысяч подписчиков я волен как угодно экспериментировать. Потому что аудитория не слишком большая. Вот, и, в принципе, можно позволить себе в чем-то где-то потерять аудиторию, где-то приобрести, да, на каких-то проектах там потерять, на каких-то получить. Поэтому я сейчас думаю о только комедийных роликах. И это правильно. Я считаю, я правильно к этому пришел. Вот, как-то так. Про Ферамира скажи чего-нибудь. Ну, я не меняю свое мнение вот по поводу, что Ферамира – это человек эпохи Возрождения. Вот, это человек Ренессанса, да. То есть, я считаю, Ферамира – самый необычный контент, который был на Ютубе. Вот, контент, который, ну, правда, вот полностью основан на постановах. То есть, вот, когда вы пранкер, да, вы как-то пытаетесь. Нет, я не снимаю постановы, у нас абсолютно серьезная контора, мы на абсолютно серьезном разыграем людей, делаем социальные эксперименты. А Ферамир, он, ну, вообще все делал как постанову, и это классно. Но как-то Ферамир не хочет идти дальше. Не хочет, ну, может, не то, что не хочет, не знает, как дальше себя реализовывать в этом плане. И интерес к каналу Ферамира угас уже. Там огромное количество подписок, вот, и уже Ферамир не удивляет аудиторию. Может, потому, что он достиг своего максимума. Может, потому, что когда Ферамира весь обконченный, с названием видео «Меня изнасиловали хейтеры» появляется на видео, возможно, это был пик. Возможно, просто вот выше этого ничего не сделать. Поэтому я не думаю, что Ферамир закончит свою деятельность или вернется к летсплеям по Майнкрафту. Потому что, ну, вот воспринимайте всех летсплейщиков по Майнкрафту как людей, вот, как подростков, да? То есть, они чаще всего и есть подростки, им по 16-17 лет. И после уже они как-то хотят себя по-другому, по-новому реализовывать. И вот сначала были летсплеи у Ферамира, потом вот этот веб-сериал, веб-реалити-шоу. Не знаю, как правильно назвать этот контент можно. И, возможно, сейчас Ферамир думает над тем, как идти дальше, как сделать для себя новый контент. Мы с ним не общаемся, вот, будем ждать. Хотя, интересная херня мне, мне Ферамир как-то писал, ну, очень давным-давно, еще вот до всей этой темы, с подлецом и злогором. Вот, он мне писал о том, что смотрю ваше творчество, Кузьма, мне очень нравится. Вот, думаю, Ферамир сделает что-нибудь годное. Типа, когда мы с ним общались, я бы не сказал, что это тот человек, который не может сделать что-то годного, что-то интересного. По-любому, он что-то сделает. Он еще молодой, блин, и сколько, год он всего вот этой всей шляпой занимается. Думаю, дальше он себя как-нибудь реализует уже по-новому. Так что, как-то так у меня. 50 рублей. Прорал со стрима Юлика. Читал Транссерфинг. Что такое творчество Зеланда? Ну, вот, творчество Зеланда, это та литература и те вещи, которых лучше остерегаться. Особенно, что касается, вот, юных умов. Ну, это можно, это касается, наверное, и любой эзотерики какой-то. То есть, вот, там, 16-летнего пиздюка во все это вовлечь очень просто. А вот уже вывести из этого будет крайне сложно. Если, вот, вы взрослый человек, вам, там, 25 лет, к примеру, 30, и вы почитаете Транссерфинг реальности Владимира Зеланда вроде как, вы это прочитаете и поймете, что это, ну, ебаная дичь, блядь. Просто, блядь, книги сумасшедшего абсолютно человека, ненормального. Ненормального, вот, и верить во все это, ну, наверное, вы тоже ненормальные, если вы во все это вовлечетесь. Ну, вот, я к таким вещам, то есть, к НЛП всяким, к разговорам о том, что ГМО вредное. Вот, вот, про такие хуйни я всегда остерегаюсь. Это, блядь, невежество и, блядь, дичь. Поэтому, всякие, и всякие тренинги личностного роста, всякие книги по поводу семи навыков высокоэффективных людей, я считаю, это все дичь. Развод, блядь, на деньги, нахуй. Люди, которые ведутся на это, чаще всего люди, которые, вот, находятся в таком, знаете, тяжелом состоянии, правда. Вот, почему все эти тренинги личностного роста срабатывают на людях и они советуют? Потому что, когда, вот, вы приходите в какое-то помещение и вы подавлены полностью, у вас нету никакой мотивации что-либо делать, там, вы разочаровались в жизни. То есть, кстати, по той же причине люди в религию идут чаще всего, да. И выходит бизнес-тренер и говорит о том, что надо приложить усилия и тогда все будет охуительно, все будет хорошо. Это все, блядь, развод. Это действует моментом и вот через момент это уходит. А люди калечатся, особенно, что касаемо тренингов личностного роста. Типа, вот, для более подробной инфы гуглите, вот, что происходило на тренингах Спарта, к примеру, с людьми. Там, вроде как, несколько людей умерло после тренингов Спарта. И это, блядь. Так. Привет, раз вы, как ты мне не ответил, придется задудонить полтос. Вкратце, создается сервис, где ютуберы предоставляют услуги в мультимедиа, анимации, озвучке, музыке и т.д. Я просто хотел спросить, у тебя сайт включать в качестве озвучки? Попросту говоря, тебе выбирают, оплачивают твою озвучку, а ты озвучиваешь. Нет, я уже от озвучек отошел, потому что мне кажется, что я, ну, в какой-то момент разучился озвучивать. И к этому у меня уже не лежит душа совершенно. Вот. Я бы пошел бы, озвучил бы в дубляж полноценный. В настоящий дубляж, где вы озвучиваете кино. Профессиональная такая работа. Вот. Но что касается всякой вот такой уже интернет-озвучки, от этого я утошел. Мне этим заниматься неинтересно. Я не говорю, что это плохо, просто мне этим заниматься неинтересно. Не могу я уже себя там реализовывать. Так. Как дела с курением? Сколько сейчас куришь, юзаешь ли вейп, чтобы сократить сишки? Я буквально 7 дней назад, ну, может, 8 дней назад как-то стал следить больше за своим режимом. Я долгое время ложился очень поздно, вставал очень поздно. Из-за этого, типа, ну, хреново работает, когда ты выбит из режима. Ну, и хреново работает в том смысле, что у многих-то людей налажен режим. И я как-то сейчас режим наладил, вот энергозы перестал пить, газировки. То есть, как-то, может, чуть позже перейду к тому, чтобы поменьше курить. Но нет, курить я меньше не стал. И вейп, ну, у меня странная херня, у меня вейп течет. Я поставил, типа, самонамотку, вот, и у меня он почему-то начал течь. Не знаю, может, слишком много ваты, может, слишком мало ваты, хер знает. Вот, но пока нет. Вейп у меня, ну, не сломан, а сделан моими кривыми руками. Поэтому нет возможности пока юзать вейп. Привет, Кузьма, я показал свою уборщицу тебе. Я показывал шефа Гридина твои рассуждения и видео про литературу немного пацанов с Дубенко. Ей нравилась твоя творение. Ну, это ца. Но когда вышел Ганнибал, она сказала, что ты только опозорил себя. Тебе даже ролики без мата или с литературой смотреть не хочет. Ну, я считаю, что ролик Ганнибал Кузьма, это один из самых смешных роликов, что я делал в своей жизни. Я не жалею ни капли, что я его сделал. Вот, он, бля, веселый. И, значит, если он веселый, значит, сделан он правильно. Вот, так что, как-то так. Ганнибал Кузьма, посоветуй сериалу, нужно срочно время убить, болею долго. Ну, короче, я вот свою девушку подсадил на сериал «Офис». Я его пересматривал, вот, недавно что-то решил пересмотреть «Офис». Ну, это приятный сериал, он мне очень нравится. Вот, и она его тоже случайно одним глазком увидела. И я уже дальше, она без меня стала смотреть этот «Офис» и посмотрела его полностью. Если не смотрю «Офис», глянь «Офис». А что касается новых сериалов, вот именно таких больших, по типу «Во все тяжкие», по типу «Игры престолов», я их за ними сейчас не слежу. Единственное, там, не, в пизду, не буду говорить, какой сериал хочу посмотреть, потому что заспойлерят еще, так что мне не буду я ничего говорить. Как вы познакомились с Хованским? Откуда ты его знаешь? Это еще было давным-давно на «Спасибо Еве». То есть, это было лет пять, может, лет шесть назад. Может, лет семь даже назад это было. Короче, пиздец в бородатые времена. Вот. Так. Последнюю денежку скидываю, но очень хочу роспись на стену. Ты мне очень приятен как личный. Смотрю тебя постоянно. Ссылочка на страницу. Вопрос, стоит ли начинать заниматься YouTube, если нет конкретных идей для видео? Ну, типа, зачем тебе в таком случае заниматься YouTube? Люди, которые только-только начинают заниматься YouTube, могут заниматься им по двум причинам. Первая причина. Они хотят заработать бабки, и у них есть какой-то вот проект, и у них есть стратегия того, как надо действовать на YouTube. Ну, как, собственно, вот Володя Джавы. Я читал его интервью в селфи. Кстати говоря, замечательное интервью, вот в том смысле, как Володя отвечал. Он, там вот, у него спрашивали, «А ты, Ажи, да у тебя будет такая популярность?» Володя говорил, «Да, блядь, отвечал. Все было заранее продумано, и я нащупываю почву для того, чтобы стать популярным». И вот, пожалуйста, результат за два месяца 900 тысяч подписчиков. Вот, то есть, либо ты, как Володя Джавы, с уже продуманной бизнес-стратегией, можно так сказать, очень неопошленной такой, это бизнес-стратегия, но, грубо говоря, у тебя есть знание о том, как продвигать свой канал, либо, если ты хочешь что-то делать. А заводить YouTube-канал, потому что мне скучно, ну, тебе и скучно будет им заниматься, если у тебя нету конкретных идей. То есть, вот, я начал озвучку делать, потому что хотел озвучивать. И хотел озвучивать, но стал уже критикой. Сделал свою первую озвучку, но стал уже критикой, и все понеслось, и поехало. Вот, как-то так. Так что, типа, просто так, наверное, заниматься в холостую смысла нет. Вот, хотя, может, ага, 6 лет рассчитывал. Но, с другой стороны, можно сказать, что, конечно, Володя прервал, прибрал. Ну, очевидно, что Володя там есть видосы. Ну, очевидно, что он прибрал, в общем. Но я думаю, что Володя занимается правильной саморекламой. Вот эта фраза о том, что я знал, как вот продвигать себя... Так, эти интеллектуалистские вопросы, ну ладно, попробую на них ответить. Вот, Володя занимается охуительной саморекламой. Вот подумайте, вот вы рекламодатель какой-нибудь крупный Самсунга, или вы крупный рекламодатель, ну, Сони там, я не знаю, айфона. И вам нужно заказать рекламу видеоблогерам. У какого видеоблогера вы будете заказывать рекламу? У видеоблогера, который ответит на вопрос, ожидали ли вы такой популярности? И он ответит, да. Или у видеоблогера, ну, или у видеоблогера, который ответит, нет, я не ожидал, как-то так случайно получилось, сразу рекламодатель-то знает, что, типа, ну, блядь, значит, ты хуй знает, продвинешь наш продукт или нет. Поэтому Володя ржавый все делает прекрасно. Что касается того, как продвигать себя. Вопрос в том, что, там, это не совсем схоже с вашими, там, какими-то там, нравственными мыслями или моральными какими-то. Не важно. То есть, по факту, Володя ржавого миллион двести тысяч подписчиков, огромное количество рекламы, бабок и популярности. И что ему ничего не мешает похудеть и стать красавчиком номер один. Я думаю, кстати, говорят, так в итоге и будет. Сейчас Володя вот подурачится, поделает весь этот контент, а после Володя похудеет охуительно, поднакачается, вообще станет весь себя красавчиком номер один на ютубе, вот. Так что, как-то так. Как вы с Юрой решали, у кого на канале будут выходить пацаны с Дебенко? Ну, типа, у меня была идея сделать пацаны с Дебенко. Я сказал, я хочу сделать пацаны с Дебенко, поможешь сценарием. Он сказал, да, помогу. Не было дележки по поводу, ну, тому, у кого будет это на канале. То есть, не было. Вопрос про литературу и немного про философию. Читал Жан-Поля Сартра. Если да, то как тебе его творчество и идея экзистенционализма? Мне доставило сильно. После его побежал читать Камю, Гесса, Кавкун. Ну, короче, вот, самые крутые челы, да, ну, вот, в плане мозгов, в плане вот этой философии. Ну, все прекрасно понимают, про каких ребят-то я сейчас говорю. Вам скажут, что это, что, вот, что касаемо экзистенционализма, бля, не буду это ебанное слово произносить. Это все к Хайдегеру, да, Хайдере пояснит, он скажет, как правильно, типа, а Камю, Сартер, все спиздили у него. Вот, лучше такие вопросы спрашивать-то не у меня, а на ютубе гуглить лекции по этому поводу. Скажи что-нибудь о Ларине. Мне нечего говорить о Ларине, вот. Да, мне нечего говорить о Ларине, я не смотрю его контент, мы с ним не общаемся, вряд ли когда-либо будем общаться. Я уже миллион раз говорю по поводу моего отношения к Ларину и к всему тому, что он делает, вот. И Ларин, в принципе, по поводу отношения ко мне тоже очень, скажем так, изящно высказывается на стримах, вот. Очень мерзко это все выглядит, вот. Выдумал себе какую-то идею про предательство, поэтому поебать, что там Ларин делает, что он говорит, мне похуй абсолютно. Ну, короче, да, вот, что вот по поводу предыдущего вопроса, там, этого Сартра, Камю, блядь. Мне, блядь, сказать нечего. Нахуй вы ко мне прикопались с этим вопросом. Пацан из Ивенко сделал хабану на себя на стриме, сказал, что он прыгал к Кузьме и делал сценарий за 250 тысяч рублей. Было бы у меня 250 тысяч рублей, я бы купил себе охуительную камеру, если честно. Обидочка за шоу Breaking Fat веганское? Да нет, никакой обидочки нету. Я в целом мне, я вообще обиду ни на кого долго не держу. У меня нету обиды вообще каким-то конкретным личностям, которыми я сталкивался на своей, так скажем, радейной ютубовской деятельности. Вот. Мне как-то типа плевать на это все, я забываю. И я думаю только о том, что вот важно для меня сейчас, мне важно, у меня вот в голове, как сделать хороший контент, как сделать его смешным, как его продвинуть. Это единственное, что меня сейчас беспокоит, и всю свою мыслительную деятельность, все свои нервы, все свои стремления я направляю в это. Потому что для меня только это важно. Вот, как-то так. Кузьма, сколько телочек чпокнул? Вот сколько у меня пальцев на этой руке, вот каждый из этих палец был в одной вагине одновременно. И по несколько раз. То есть я не могу точно сосчитать. Я могу сказать, что там на конце либо 5, либо 0. Вот. Как-то так. Кузьма, можно ли как-то отправить тебе посылку? Мне уже как-то спрашивали этот вопрос в личку, и я не знаю, вот мне это не нужно. Я вот всегда думаю, что там сибирскую язву могут отправить, и такие хуйни. Вот. Поэтому я... Мне посылки никакие не нужны. Еще Жан-Поль Сартер и Ваня Гамас имеют очень много общего. Ну, да, что касаемо косогладия. Лучший фильм. Кстати, вот это интересная хуйня. Я тут на днях... Ну, как на днях? Я продолжаю это делать. Ну, я уже рассказывал как-то на стриме, вот как я смотрю кино. Просто беру режиссера какого-нибудь, да, и смотрю все подряд, что у него вышло. Вот. Что касается Тарантина, да, что касается там Роберта Родригеса. Роберта Родригеса я уже говорил. Я считаю, это само... Ах, Петихат, Берварин. Ну, окей, я отвечу чуть позже на этот вопрос. Никита Берварин на стриме. Никита, привет. Я тебя очень люблю как человека. Человек, который меня выручил как-то в очень сложной ситуации. Я оказался в Москве. Мне нужно было срочно на вокзал. И мне никак было не уехать. Никита приехал, забрал меня, подвез до вокзала. Ну, это вообще впервые был в Москве. Вот. Большое тебе спасибо, Никита. Чуть позже отвечу на вопрос. Вот как закончу по поводу фильма. Я как беру режиссера и смотрю все его фильмы. Так мне удобнее делать, чем вот в Разнобой все там смотреть. И я сейчас, короче, смотрю вот все режиссеры, все фильмы братьев Коэн. Фаргу, там, Большой Любовский, Железная Хватка. Старикам тут не место. И удивительно, но ни один из их фильмов не находится в топе 250 кинопоиск. Что ни фильм, там рейтинг 7,7, 7,8, 7,9. То есть, ну, люди не считают, что вот они находятся, ну, что они должны находиться в топе 250 кинопоиска. Хотя, как по мне, вот фильм Большой Любовский намного круче, ну, первых 10 позиций в топе 250 кинопоиска. Он мне намного ближе. Я его считаю лучше, я его считаю намного смешнее и важнее для меня. И, собственно, как вообще все фильмы братьев Коэн для меня лучше, чем большинство фильмов, находящиеся в топе 250 кинопоиска. И вот после этого хуй вот пойми, стоит ли верить всяким статьям по типу топ-10 лучших фильмов от кинокритиков, или топ-15 лучших фильмов от режиссеров, или топ-100 фильмов, которые выбрали пользователи Rotten Tomatoes. Да, на качественный контент, Элойд, спасибо тебе большое за полтинничек. Поэтому вот сейчас лучше всего кино смотреть именно по режиссерам. Берете режиссера и смотрите все фильмы его подряд. Вот. Но не смотрите фильмы с рейтингом 5, хорошо. Если это откровенно хуёвый фильм. Если это трэш, да, смотрите. Но если откровенно хуёвый фильм про любовь, хуебовь, вот это смотреть не надо в пизду. Вот. А самый любимый фильм, наверное, да, Большой Любовский. Я его смотрел раза 4, наверное, за последние года 3. И да, он всё не перестаёт мне нравиться. Я считаю, это охуительный фильм. Для кого-то лучший фильм у этих братьев Коэн это какой-нибудь Фарго, для кого-нибудь старикам тут не место. Вот. Для меня все их фильмы хороши, но самый любимый фильм из всех их фильмов, и вообще мой самый любимый фильм, это Большой Любовский. Он меня очень зацепил, он мне очень близок, и я его считаю чертовски смешным, и я его считаю чертовски приятным. Когда я его смотрю, я получаю настоящее эстетическое удовольствие. Вот. Так, идём дальше по вопросам. Кузьма, привет. Изменилось ли твое отношение к Москве? Появились любимые места? Не стал больше любить горы ты или так гоняешь тупо к друзьям и по делам? Удивительно, я уже говорил, но мне очень стало нравиться Москва. Я не знаю, с чем это связано, но у меня прямо огромное удовольствие, когда я приезжаю в Москву. И, когда я еду от вокзала на машине, да, вот, в место, где я буду ночевать в эту поездку, да, ну, Кирову чаще всего, вот, я, ну, просто охуительно обожаю в окно смотреть. Когда мы проезжаем мимо ВДНХ, я типа такой, ох, мне нравится Москва. Вот, именно как город, мне он очень приятен, вот, мне нравится то, что это современный город, вот, то, что там есть все блага современного города. Вот, в Питере нету всех благ современных городов, хотя Питер я люблю больше, ну, потому что я живу в Питере, там всегда свой дом тебе приятнее. Ну, да, к Москве у меня стало намного лучше отношение, вот, нету такого уже типа, о, Москва, хуйня, я люблю только Питер. Нет, Москва классный город, мне там нравится бывать. Но езжу я туда только по работе, я, и это правильно, потому что Москва это рабочий город. Я вообще так считаю, что я себя реализую, я отдыхаю через работу. Работа то, что мне нравится, мне нравится работать, мне не нравится не работать. Вот, то есть, у меня нет такого, я хочу не работать и получать огромное количество денег. Нет, хочу ебать пахать, часов по 17 и получать огромное количество денег. Вот моя мечта, мне нравится реализовывать себя через работу. Просто ходить по различным заведениям я люблю, конечно. Мне нравится там, вот с Димой Виски, когда он был в Москве, мы пошли в какое-то заведение, короче, стилизованное под американскую закусочную, вот, ну, вот как их там называют-то, хуй, не помню. Ну, такие придорожные кафе, их еще показывают в различном американском кино. Ну, вот, мы ходили туда, было, конечно, классно, но реально мне классно, когда мы что-то снимаем, когда мы что-то придумываем, когда мы что-то делаем, когда есть какое-то движение, не нравится стоять на месте. Вот, ну и спасибо за полтинник последний, который скинули на качественный контент, очень приятно. Как насчет того, чтобы делать подобие Ганнибала, то есть перейти на пародии? Ну, в каком-то смысле, все мое творчество, это пародия на творчество, вот, Элджин пишет, человек абсолютно, вот, Элджин в чате, я думаю, кстати, многие его тут знают, Элджин, привет, Вова, рад тебя видеть. В Москве, я надеюсь, ты снова поснимаешь нас на камеру, но Элджин удивительный человек, вот, Элджин человек, который прекрасно знает, как выбрать перевод, который может собрать очень много просмотров. Человек, который прекрасно знает, как правильно превьюху сделать для этого перевода, человек знает, как в какие паблики нужно разослать эти переводы, и человек, у которого каждую свою идею, он говорит, нет, чувак, это плохая идея, нет, чувак, я не буду ее реализовывать. Я надеюсь, Вова, я в этот раз приеду, и ты уже, нахуй, наконец, снимешь хоть одно видео. Мы тебе говорили, я говорил, Юлик тебе говорил, давай снимать, будем снимать, контент делать, все, направо, мы, все мое направление, создавать контент, делать контент, понимаете, качественный контент. 24 часа в сутки, мне позвонил бы кто по телефону, Кузьма, чем ты занимаешься, я говорю, я делаю контент, я не могу говорить. И мне говорит человек, с которым мы делаем контент, кто звонил, я говорю, человек, который отвлекал меня делать контент. Встаешь с утра, берешь в руки сценарий, пишешь контент, снимаешь контент, монтируешь контент, выкладываешь контент. Вся жизнь должна быть большая погоня за контентом. Делаешь контент каждый раз, улучшаешь его, делаешь контент все качественнее и качественнее. Твой контент должен быть в голове у всех людей. Чтобы люди такие, о чем я думаю, о контенте Кузьмы Гридина. Я о чем думаю, о контенте Кузьмы Гридина. Как создать контент Кузьмы Гридина, как его протолкнуть, как его снять, как его придумать. Все, вся мысль направлена на создание контента. Все, что ты читаешь, все, что ты поглощаешь, должно быть, быть использовано в контенте. Рожаешь ребенка, контент Делаешь из него канал мистера Макса У него рождается ребенок Делайте контент втроем Дед, отец и сын Замечательно, все, контент Нужно делать контент Наша жизнь это контент Как вы верно заметил в комментариях в Дикэм Наша жизнь это контент Создаете контент 24 часа в сутки 24 на 7 Это мое мнение, контент Разговорные блоги это тот самый контент Который ты все время делаешь Вот в этом проблема Я не могу себя направить на то, чтобы делать контент Идеально, чтобы у меня было Два разговорных блога в неделю Один сериальчик какой-нибудь выходил Два каких-нибудь коротеньких скетча Одна трансляция Ну а на седьмой день сам господь наш завещал Что нужно отдыхать Воскресный отдых Вот, так что Создавайте контент Думайте только о контенте И делайте только контент Жена будет делать свой блог И жена пусть тоже делает блог Сразу заводите девушку Спрашивайте Будешь делать контент? Если она вам скажет нет Бросайте ее Все, не нужно Только контент Вся семья Бабушка, дедушка Мама Сыновья Внуки Все делать контент Дядя, тетя Секта свидетелей качественного контента В каком-то смысле да В каком-то смысле да Нужно Это конечно такая Раз ты начал смотреть фильмы Коинов То как тебе их дебют Просто кровь Вот до просто крови я не добрался Вот сейчас у меня Я посмотрел Большой Любовский Я посмотрел Фаргу Я посмотрел Железная хватка И я посмотрел Старикам тут не место Вот наверное сегодня буду смотреть Просто кровь Если я Вообще мне очень нравится смотреть Фильмы которые Вот именно дебюты каких-то режиссеров Потому что Ну вот такие фильмы вдохновляют Сделать что-то свое Вот как Меня в одно время вдохновил Фильм Марьячи Родригеса Это его первый фильм Который он снял за вообще Ну не за что За 300 долларов И он написал собственно книгу Как снять кино за 7000 долларов Ну смысл в том Что там 6-700 долларов Было потрачено на пленку То есть не на сам фильм Вот И вот такие фильмы мне нравятся Которые были Сняты за минимум бюджета Которые были сняты Вот самые первые Такие фильмы классные Они вдохновляют Создавать Делать свое собственное творчество Про вопрос Берварии забыл Почему Я же уже на вопрос Берварии ответил Может там последняя часть Вопроса была Нет Появились любимые места Ответил Не стал ли больше любить город Или так тупо гоняешь К друзьям и по делам Да На все ответил Что да Работа Работа Ну может опять же Я У меня вообще В разный период времени В разный период возраста Как-то вот разнились мнения По поводу того Что такое хорошо Что такое плохо Что такое правильное Что такое неправильное Вот Там К примеру В лет Девятнадцать Двадцать Вот там Ну в двадцать один Ладно У меня такое мнение Все должны читать книжки Все должны Просвещаться Образовываться И прочее Вот Сейчас же у меня мнение Что Навязывать эти мысли Нельзя никому То есть Если человек хочет читать книги Пусть читает книги Не хочет читать книги Пусть не читает книги Он не становится От этого хуже Он не становится От этого лучше Типа Это как вот увлечение Кому-то нравится Музыка Кому-то нравится Поэзия Кому-то нравится Литература Философия Точные науки То есть Все это Уже существует Долгое время В нашем мире И каждый человек Находит себя Вот в чем-то из этого Вот Сейчас Я думаю На тем Чтобы создавать Какие-нибудь видосы Шедевры Чтобы создавать И снимать Как только Я надеюсь В ближайшее время Я смогу Со всеми рекламными Долгами Разобраться Можно будет Большую часть Своих сил и времени Тратить на то Чтобы создавать вещи Какие-нибудь Фильмы Новый сериал Который лежит Готовый сценарий И он даже Начинал Я уже даже Его начинал Снимать Но в итоге Вот время Было очень ограничено Поэтому Пришлось Его Немного Ненадолго Приостановить Есть конфликты Бесит кто-нибудь Нет Вот Я уже говорил У меня Отношение Ко всем Ютуберам Достаточно Нейтральное Вот Есть люди С которыми Я дружу Есть Нет Есть личности Которые Мне не нравятся Конкретно Из ютуберов У меня там Есть какие-то там Конфликты О которых Какая-то локальная аудитория К примеру Ну как конфликты Ошибка молодости Можно сказать Слишком наивно Наивно Воспринимал Очень многие вещи Не знал еще Что в мире Очень много Гондонов И хуесосов Бывает И что не всем Можно доверять И становиться Друзьями с ними Вот Есть конечно люди Вот на ютубе Ютуберы конкретные Которые мне не нравятся И с которыми У нас Вот какая-то Вражда имеется Ну такая скорее Пассивная вражда То есть ничего Не предпринимается Вот Но я как-то не люблю Придавать огласки Это все Это конфликт Который вот Я держу При себе Мне не хочется Вот Точно так же было С тем же Ларином То есть вот У нас Можно сказать Случился конфликт И Я Обходил стороной Тему этого конфликта Старался Ну я его не поднимал Ни на стримах Ни видосах Ни на стеночке Вконтакте Вообще нигде Вот Как-то вот Это все Находилось При мне Открытого конфликта У меня не было Вот И Я считаю Что тоже Вот Он не очень красиво Поступил Что Он это На людей Зачем-то Ну это Опять же Конфликтный человек Ему нравится Ссориться Со всеми Нравится Со всеми Цапаться То есть Там Как-то Ставить свое мнение Выше других Вот Я не такой Я человек Не конфликтный Я человек Дружелюбный Я человек Который Любит сотрудничать С кем-то Что-то делать С кем-то Вот Как-то так Бервария Почему толстенький парень Больше не обозревает пиво Никита Бервария Ответь Уже был ответ На стенке ВКонтакте Я отвечу за Никиту Бервария Потому что я В курсе конфликта Я знаю Как конфликт этот Выглядел Как он развивался Вот Ну как там Не совсем конфликт Да Вот Был как таковой Просто чувак ушел И все Ну надоело ему Он не захотел Этим заниматься И возможно Очень хорошо Что он ушел Потому что Я считаю Что все-таки Никита Это такая Главная Главный двигатель Проекта Бервария И возможно Второй участник Мешал полностью Раскрыться Никите Вот И сейчас Никита Делает Проекты Которые Которые Он хочет делать То как он хочет Делать То как он Видит развитие Этого конфликта Вот Кузьма Ты забыл Расписаться Кидал денежку Все Расписи Которые Я сделал Я Их сделал У меня Они проверены В Донейшн Альтерс Меня не наебешь Максимум Кому я не может Не сделал роспись Это человек Который Закрыл Свою стену К примеру Но это уже его Исключительная проблема Я напоминаю 300 500 рублей На стеночку Распишусь Либо сделаю сигну Но для этого Пожалуйста Откройте свою стеночку И откройте свою личку Потому что Я хоть и Я в итоге Даже пошел Вот Мне говорят Что вот Нельзя идти Вот мои коллеги Что нельзя идти На поводу Вот у такой хуйни Но я пошел на поводу Вот у человека Была закрыта личка И я на стену Самому Скинул эту сигну Хотя наверное По хорошему Этого делать Не нужно было Вот Все таки Это его проблема Что он закрыл свою личку И не получил сигну А всем Кто должен был Получить сигны И у кого была Возможность Мне отправить эти сигны Я отправил Поэтому нахуй Ничего я никому не должен Не считая Что пародия На Соболева Не самая Ну да Не самая удачная Получилась больше Похожая на Соколовского Да На Соболева Плохо получилось пародия Мне самому Не очень понравилось Там некоторые черты Ну вот Вот эти черты Да Вот то как он Пальцы держит Получилось повторить Но интонации И как-то вот именно Раскрыть суть Объекта пародии Не получилось Вот это Мой промах Был профессиональный Можно сказать Вот Да Так что на Соболева Я тоже считаю Не самая лучшая пародия Получилась Читал Германа Гейса Ответь пожалуйста Нет Не читал И кулинарный Кулинарный шоу Себя А то он получается А то он получается Вот у него Хотя с другой стороны Но есть же люди На телевидении Какие-нибудь интервью И Всякие Журналисты Да Которые Как-то стараются Вот Отстранить Своё я Вот Быть максимально Объективными И Каково твоё отношение К ТУДУ Литературе ВТД Недрителон Сила привычки И так далее Каково твоё отношение К ТУДУ Ну наверное ТУДУ Литературе Это именно К литературе Делай Сила привычки Ну не знаю Бонч Конечно Скини Наверное Или там уже Ты в принципе Скинул свою Страничку Вконтакте Напиши мне в личку И Уточни вопрос Вот касаемо ТУДУ Литературе А про ТУЛИ Литературу говорю Которую типа Говорит Делай Не откладывай На завтра Вот Делай Если про это То я вот Отмотаю стрим Где-то в начале Уже говорю Что не очень хорошо Ну либо в комментариях Поясните Я не совсем До конца понимаю Про какую литературу Че я к имел ввиду Получил Я донат Так что Сигну Жди Я вроде как Ничего не сбивался Да У меня была какая-то мысль Которую я не закончил До конца Вроде как Нет Закончил Никита Расскажи о своих Предпочтениях В плане литературе Было бы очень интересно Послушать Например Любимые книги Или авторы Ну я уже говорил Вот Мне нравится Русская Литература Вот Я европейскую Литературу Не читаю Вот к примеру Французскую Литературу Немецкую Литературу Английскую Литературу Я ее не увлекаюсь Мне не интересно Там Ни Бальзака Читать Что касается Французской Литературы Не интересно Читать Шекспира Какого-нибудь Что касается Английской Литературы Даже вопрос Не в том что интересно Познание мое В этой литературе Оно Достаточно мало Потому что Ну блин Это как типа Ну вот Наверное Немцы не охуительно Хорошо знают Русскую литературу Так же как и В России Наверное не охуительно Хорошо знают Немецкую Литературу Потому что Вот французская Литература Для нас как-то Более открыт Потому что Очень многие Русские писатели Вдохновлялись Французской Литературой И русские писатели Влияли на Французскую Литературу То есть эти Две Литературы Ну вот Национальные Именно как-то Друг на друга Влияли Как-то Друг на друге Оказывали Какое-то Влияние Вот То есть Мне вот В основном Русская литература Все что Интересует Касаяно Моих Пиздостраданий Душевных В русской Литературе Вполне Описано У всех Писателей Что Начиная с Достоевского С Толстого Тургенева Там Там уже Советских Каких-нибудь Писателей Которые Появлялись Там Серебряный Век Поэты То есть Я считаю Что русская Литература Она и так Достаточно Богата И ее Изучать Не доизучаешь Все Так Да Так что Вот Иностранную Литературу Вот американская Литература Меня Когда я был Малым Ну малым То есть Более юном Возрасте Меня американская Литература Цепляла Возможно Потому что Американская Литература Вот русская Литература Направлена Исключительно На русских Ну потому что Никому не интересно Читать Пушкина К примеру За рубежом Зачем Вот зачем Никто Ну не близко Будет тому Не близко Будет то Что описывает Пушкину Себя К примеру То есть Почему Чехова Читает Потому что Театр Потому что Чехов Это такая фигура Которая тесно Взаимосвязана С театром Там Почему Читает Толстов Ну потому что Толстой Достоевский Это автор Который К всемирной Литературе Ты поймешь О том Что тебе Повествует Буковский В своих книгах Что тебе Хантер Томпсон Повествует В своих книгах Ну я хотел сказать Что касаемо Английской литературы Можно ли Ирвина Уэлша Отнести К английской литературе Или нет То есть Неужели Ирвина Уэлша Могут понять Только англичане Какие нибудь Или нет Кузьма Есть ли у тебя Хейтеры Как к ним Отношишься Есть И так же Как Ну к тому Что Без этого Никак Типа Нельзя нравиться Всем И типа Я раньше Пытался Заниматься Тем Чтобы Всем понравиться Со всеми Дружить В пизду Слишком Блять Много Времени На это Тратишь Силы И энергии Нельзя Нравиться Всем Нельзя Подстроиться Под всех Есть люди Которым Я нравлюсь Это Хорошо Вот Есть люди Которым Я не нравлюсь Их Не так Много Это Тоже Хорошо Вот Так И Велш Да Я наверное Перепутал Он Шотландец Вот Наверное В комментариях Там уже Пояснили Наверное Я перепутал Ну Бля Там Это Все Одно И Тоже Шотландия И Фирландия Англия Это Все Одно И Тоже Каких Современных Российских Авторов Ты Советуешь Читать В этом Плане У меня Нет Каких Предпочтений Сугубо Отличаешься От всех Есть Авторы Русские Современные Которые У всех На слуху Белевин Быков Елизаров Прилепин Толстая Хотя Там Опять же Очень Странное Отношение Сорокин Ну Вообще Ко всем Этим Писателям Очень Странное Отношение В обществе Либо Они Вам Нравятся Либо Они Вам Не Нравятся Вот Как-то Нет Чего-то Такого Среднего Так Вот Да Там Донат Был Так Следующий Донат Сейчас Еще Будет Сразу Нет Да Ну Почти Вовремя Ну Ладно Так Ладно Давайте По всем Вопросам Пройдемся Как Ты Считаешь Юра Сильно Влияет На тебя К твоим Образам Поведению На ютубе Ну Я думаю Что влияет Так же Как и Любые Друзья Влияют На вас То есть Ты получаешь Что-то От человека Чему-то Учишься Сейчас Ну Наверное Уже Все Что Вот Я мог Получить От Юры В этом Плане Я получил Хотя Юра Удивительный Человек Каждый раз Открывает Тебя По-новому Каждый раз Он что-то Скажет Ты Типа Ты такой Юрец Откуда Ты Чего Ну Многогранная Так сказать Личность Но я думаю Что я на него Как-то влияю У нас Когда мы Пишем сценарии Вообще Ну Что касается Не только Дебенко А абсолютно Всех сценариев У нас За каждую строчку Происходит Самая настоящая Война Юлик Свидетель Вот спросите У него на стримах Как Хованский И Кузьма Пишут сценарии И он Свидетель Насколько Это Это выглядит Реально Как война Настоящая Мы за каждую Строчку Боремся За каждую строчку У нас Происходят Прения Какие-то То есть Там он Говорит Что Нет Ты делаешь Неправильно Я говорю Нет Ты делаешь Неправильно То есть У нас В этом плане Через Оры Крики И скандалы Он Как-то Рождается Что-то В итоге Выходит Иногда Есть Что-то На что У нас Вместе Одинаковый Взгляд К примеру Я что-то Придумал Он Такой Это смешно Я такой Да Это смешно Он что-то Придумал Я такой Это смешно И Блин Грех Жаловаться На очень Много Донатов Но Трудно Сейчас Короче Вот Как вот То есть Там Либо Обоим Нравится Что каждый Из нас Придумал Либо Придумают Что-то Юрец Я говорю Типа Конечно Хорошо Но Можно сделать Немного По-другому Мы Соглашаемся На это Точно Так же Он Говорит Это Хорошо Но Можно Сделать Как-то По-другому Но Иногда Возникает Мысль И Что он Что я Что он Не я Ему Мы говорим Типа Ты нахуй Ебаную дичь Придумал Блядь Ну-ка Заканчивай И все И это У нас Как-то раз Я по нему Как-то я на него По-настоящему Обиделся Очень Буквально Я с ним не разговаривал Несколько дней Вот мы что-то Придумывали Я не помню Он у меня так Блядь Выбесил Нахуй Что у нас Прямо Ссора Настоящего Произошла Вот И мы как-то Рассорились И Ну на несколько дней Я долго не обижаюсь В общем у нас Вот В этом плане Я думаю Мы оба друг на друга влияем И хорошо И плохо Кстати говоря Так Вот Что это касается Идем дальше Кузьма Привет Приятно осознавать Что в наше время Остались еще люди Которые ценят Настоящее искусство кино Удачи в новых проектах Какие у тебя Любимые актеры Отечественные и зарубежные Дебенко и озерки Дружба на веки Дебенко и озерки Блядь Вот так вот Мы с ними Вот так вот Любимые актеры Прямо Любимые актеры Не знаю Вот актер Такая профессия Которая В принципе Вот я ее воспринимаю Сродни Профессии актера дубляжа То есть вот Актера дубляжа Мы не знаем Вот Ну грубо говоря Да Конечно мы Может быть Знаем какие-то имена Всеволода Кузнецова Петра Гланц Там Евгения Рыбова Диктора с МТВ МТВ Блядь Ну МТВ Наверное Ну МТВ Ладно Мы знаем там Какие-то конкретные имена Но в целом Фигура актера дубляжа Для нас остается В тени Мы не знаем Что это за человек Мы не знаем Как он выглядит Мы знаем только его голос Да И мы видим То есть когда вот Он исполняет Разные роли Своим голосом И для нас Вот все То есть там вот Озвучил Севолод Кузнецов Одну роль Да Озвучил другую роль И всегда вот Он в ней разный Вот И так же для меня И актер Вот как-то вот Он исполнил роль Я вот хочу Сказать Как там Зовут Хочу сказать Что вот Мне нравится Актер Который Исполнял роль Буковский Да Вот Который еще Исполнял роль В железной хватке Вот этого Главного ковбоя Да С которым Девчонка шла Охотиться Я не могу Назвать его имени Я Как-то вот Имена актеров У меня не очень Хорошо запоминаются Говорить что Леонардо Ди Каприо Мой хороший актер Мой любимый актер Я вот тоже не хочу Да Ну Исключительно потому Что Я знаю как Кого этого хорошего Актера зовут Есть очень много Хороших актеров Которых я не знаю Как зовут Вот Стив Бушеми К примеру Мне очень нравится Мне нравится вот Стив Бушеми Именно в том смысле Что Это тот актер Который я читал Вот Смотрел его интервью Это тот актер Который знает Как исполнять Роли второго плана Который не стремится Испомнить Роли первого плана Потому что О я же актер Я должен исполнять Все больше и больше роли Вот Стив Бушеми Он для себя Сам знает Что он Актер второго плана И он Пытается Вот это амплуа Актера второго плана Вот достичь В нем некий дзен И это круто То есть Мне нравятся Актеры Которые как-то Неизменны Вот в этом плане Своим принципом Не те чуваки Которые там Из второй роли Стремятся Играть первые роли Потому что Хотят играть первые роли Актеры Которые Блядь Выполняют свое дело Вот у них амплуа Актеров второго плана Они играют Роли второго плана У них амплуа Актеров первого плана Они играют Актеров первого плана Вот Я на себя смотрю И я вот понимаю Что у меня нету перспективы Исполнять роли Наверное Главные роли Потому что У меня внешность Не главного героя Не героя Который спасет мир и который получит тёлочку в итоге в прихват. Я, можно сказать, в каком-то смысле, это Азамат из Барата, да? То есть, ну, вот, я думаю, что это Баффало Билл, там, вот такие роли примерно мне, наверное, уготованы судьбой. Хотя, хрен знает, посмотрим в будущем. Я стараюсь сейчас не умничать и не говорить того, чего не знаю. Поэтому не воспринимайте это как вот факт какой-то, просто как моё личное мнение. Представь, что мистер Макс в подростковом возрасте станет подписчиком Ларина Соколовского, то есть, атеистом, Чайлдфри, Аморалом и т.д. Его батя будет снимать, как он даёгывает его и спрашивает, что с ним случилось, и почему не хочет открывать киндеры. Но с мистером Максом, я думаю, что... Ну, вот как с Макалеем Калкиным. Вот Макалин Калкин начал, наверное, швыряться вот из-за того, что реально скружила в голову популярность. Вот когда-то в 12-летней Малиции вот и был фильм «Богатенький Ричи» с Макалеем Калкиным. В каком-то смысле же это настоящая жизнь Макалея Калкина. Это хоть и фильм вот про этого богатенького Ричи, но так Макалея Калкина и жил на самом деле. Он, я уверен, мог себе, ну, грубо говоря, Макдональдс, иметь собственный Макдональдс у себя дома. Вот, поэтому, может, мистеру Максу вскружит голову вся эта популярность, и он начнет как-то угорать по всяким диким хуйням. «Как попасть в ваш сериал Дубенко? Лиска же попала». Извините, Лиска — это... О, Лиска! Это... О, этот мальчик, он талантливый, Лиска! О, мальчик, очень талантливый мальчик, поэтому как Даня Рэндалл. О, Савергон, талантливые мальчики. Они попали. О, попали, они таланты. Но вообще я думал над тем, чтобы делать какую-нибудь базу, грубо говоря, массовки. То есть вот людей, которым нравится видеоблогинг, которые смотрят нас и которые хотят в этом поучаствовать. То есть иметь какую-нибудь базу актеров массовки. Там ребят, которые нас смотрят и готовы-готовы там приехать на какие-то съемки поучаствовать. Это было бы классно. Но, к большому сожалению, я не знаю, как это реализовать по-правильному. Потому что там добавлять всех в одну конференцию, да, там, где 30 человек будет сидеть и говорить о том, что, о, блядь, будем снимать, там, прочее, в это время приходите. И они, блядь, потом друзей своих позовут. Это тоже неправильно. Вот. Ну, наверное, как-то вот, если есть у кого-то знакомый, типа, и этот знакомый хочет посниматься, то, наверное, его можно будет взять на массовку. То есть, ну, пока я не знаю, как это реализовать все. Это очень все сложно. И над этим надо, правда, будет подумать. Никита, ты настоящий творческий человек. Прямо донаты с одними похвалами. Большое спасибо вам, ребят. Узнаю какие-то свои качества. Слушаю твои речи с замысла. Но весь погряз в работе, который меня творчески душит. Получаю моральное удовлетворение, иногда слушаю тебя. Не как от Биг Калюбовский, но скидываю гроши на поездку в МСК. Да, на шавуху без лука хватит. Да, спасибо большое. Я, кстати говоря, что-то вот единственный раз, когда ел шавуху в Москве, это вот был Шаверман Патруль, наверное, все. Единственный раз, когда мне получилось шавурму поесть. Миша Савергон недавно спрашивал, будет ли он еще появляться в Дебенке. Я хочу в конце первого сезона всех персонажей, которые появлялись время от времени сериала. Ну, вот как во всех хороших сериалах. Типа, вот все их сюжетные линии закончены. Понятно, типа, что изменилось за этот сезон с ними. И какие-то наброски на то, чем будут они заниматься в следующем сезоне. Пытался же они с Бэткомедианом связаться. Мы и так состоим друг у друга ВКонтакте. Мы, в принципе, никогда не общались. Но мне приятно, что Бэткомедиан знает о моем творчестве и смотрит его. Это чего-то стоит. Может быть, когда-нибудь я получу сообщение об Бэткомедианом в личку, что «Да, Кузьма, смотрел я там Дебенка, мне понравилось, нормально, блядь. Лучше, чем Сарик Андреасен. Приезжай, потусим вся херня». Ну, это вот как я надеюсь, что когда-нибудь и Мэдисон мне напишет и скажет «Да, Кузьма, давай встретимся с тобой в Москве, увидимся». В натуре про Мэда скажи что-нибудь. Я фанат, я не могу. Я школь с кольцом был фанатом. И мне Маржера на первом, короче, самом стендапе Мэдисон приходил. И мне Маржера такая открывает дверь и говорит «Кто-то хочет к тебе зайти повесить куртку». И заходит Мэдисон. И я, конечно, ну, я такой вот максимально такое лицо отстранен. Типа я такой «Да, здравствуйте, Илья. Являюсь фанатом вашего творчества. Да, вот спасибо, что пришли мне. Это очень приятно по заслуге». И как Мэдисон ушел, то есть он повесил куртку и ушел, я такой «Ебать, это же я Мэдисон был, я фанат!» Я шкалец, который такой, типа, когда обзор, Мэтт, когда обзор? Поэтому, ну, это никогда не изменится. Для меня Мэдисон всегда будет кумиром. Я шкалец, который был фанатом Мэдисона и, наверное, им и останется. Так, с Иванским как познакомились? Ну, типа, за сколько сигнана члена галища? Нет, члена галища не продается. Это исключительно ради искусства было. Мне не нужны деньги. Не нужны. Члена галища было сделано ради искусства, ради творчества. Не, не будет члена галища, покажи за деньги. Не будет вторая часть Ганнибала, где нам даст огромное количество денег в Самсунг, чтобы можно было на члена галища в Самсунг. Члена галища не продается. О, это исключительно сделано ради искусства. О, члена галища. О, Джозеппо, мальчишка. Так, он же писал, что завтра обзор. А что, я не думаю, что Мэдисон написал, что завтра обзор. Кузьма Хован, диалектический творческий процесс, если можно так сказать. Кто инь, а кто янь, если можно так предположить. Но, вот, я думаю, что как и он может быть инь, так и я могу быть инь. Как он может быть янь, так и я могу быть янь. Но да, в принципе, когда мы что-то создаем, это очень похоже на инь-янь. Это вечно борящееся между собой зло и добро. Бесконечный процесс, который рождает шедевры. Да, как-то так. Кузьма, ну я же попал на задний план, но я был на заднем плане, я в сериале. Почему не хочешь снимать арт-хаус типа «Свадебной базы» и «Зеленого слоника»? Ты рожден для этого. Я ставлю настоящего маэстро эту творческую серию. Сергею Пахому, вот, пусть вот Владимиру Эпифанцеву, вот они должны продолжать это. Вот Владимир, вот посмотрите, вот Владимир Эпифанцев, вот мне нравится Владимир Эпифанцев как актер, он очень честный. Он хороший, он отличный актер, он в Generation P охуительно сыграл. Вот он прямо сыграл отличнейшим образом. Но у Владимира Эпифанцева лежит душа к сумасшедшим ролям. Ему нравится играть братишку, ему нравится играть вообще в фильмах Светланы Басковой. Лежит душа к этому, и он не выебывается. Он снимается в этих арт-хаус фильмах и снимается в каких-нибудь там коммерческих работах на «Россия-1», в каких-нибудь сериалах «Говеных». Ну вот это настоящий, искренний, творческий человек. Он занимается тем, чем он хочет заниматься. Я считаю, что это очень правильно. Давай когда-нибудь Европу за Италию, за Дучу, за Великую Флоренцию. Я надеюсь, что я смогу к стримам прийти в скором времени. Я бы хотел вообще делать раз в неделю стрим на Ютубе и несколько раз в неделю стрим на Твиче. Но вот я сейчас только, у меня получается наладить свой режим. Я 5 дней наконец-то стою как нормальный человек. 8-9 утра, ложусь в нормальное время. Вот. И, ну, сейчас хочется мне вот заняться тем, чтобы выправить окончательно свой режим, как-то сократить там курение, поменьше пить всякой хуйни, жрать всякой хуйни поменьше по типу МакДака. И уже заняться планированием своего рабочего графика. Вот. Как-то так. Да, я что-то уже полтора часа говорю, не прекращаю. Если честно, у меня очень горло сушит. Вот. Я бы, конечно, сейчас сделал перерыв на 2-3 минуты, чтобы пойти перекурить. Но я немножко переживаю, что могут отлететь люди, потому что так всегда происходит. Вот. А я не хочу пока, чтобы люди отлетали. Но на самом деле хочу. Ну, короче, короче, грустно, если сейчас люди отлетят. Блядь, что же я говорю, какой ебан полный. Потому что устал. Вот почему. Грустно, если сейчас люди отлетят. Но я надеюсь, что нет. Я делаю перерыв на 3-4 минуты. Вот. Давайте. И вы пойдете отдохнете. Сделайте себе чайку. Ну, если можно, то сделать за 3-4 минуты. И возвращайтесь на стрим. И я надеюсь, что я отвечу на еще большее количество вопросов. Вот. Давайте пока я вот так вот сделаю. Сейчас. Мне тяжело просто сидеть очень долго и говорить. Плюс я уже давно не вещал. Как видите, ну, люди, которые смотрели вообще мои стримы когда-то, видят, что я сейчас немножко лажаю. Вот. Ну, говорю не очень хорошо. Так что давайте делаем небольшой перерыв на 2-3 минуты и возвращаемся. Никуда не уходите. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Я, наверное, первый стример, который очень быстро курит, но курю я и правда очень быстро. Так. Пу-пу-пу-пум. Ну, 200 человек отвалилось, в принципе, как я и предполагал. Я напоминаю, что сегодня мы проводим стрим в честь сбора у нас на поездку в Москву, на реквизит, на проезд, на проживание и на прочие такие хуйни. Вот. Я надеюсь, что сегодня донатеры расчехлятся. Может, завтра еще проведу стрим, кто его знает, может быть. Может, люди поняли, что я хочу за один стрим все собрать, чтобы не проводить их много. Но, видно... Наверное, немного странный вопрос, но что думаешь о Мопсе? Считаешь ли ты нормальным, что бывший зэк занимается подобным творчеством? Ну, ну, типа, вот... Ну, ладно, как лучше, чтобы Мопс, как и многие зэки, после того, как вышел, снова бы начал что-то делать дикое и снова бы сел в тюрьму. Но он, видно, нашел способ, как зарабатывать деньги. Конечно, я этот способ осуждаю, вот. Я бы на такой способ не пошел бы, вот. И, наверное, многие из зрителей бы не пошли вот на такие вещи, какие идет Мопс. Но, с другой стороны, именно по этой причине Мопс такой один, и он сейчас рубит деньги. Потому что он единственный, кто вот готов пойти на это. И если его смотрят, значит, людям это нужно. Значит, людям это необходимо. То есть, вот, когда вот задумываетесь об Ивангай, о Мопсе, ну, это вообще в таком контенте популярном, и вот в голове у многих, как это смотрят, и прочее. Я не задаю такие вопросы, это тупые вопросы. Это вопрос какой-то, блядь, детский, типа, почему это смотрят, почему это людям нравится. Ну, нравится, очевидно, им это нужно. Ну, людям нужны такие шоу, необходимо, видно. Его эксплуатируют. Но я до конца не знаю, вот, все-таки, почему. Да не думаю, я думаю, Мопс там имеет что-то с этих денег. Может, конечно, и не всю сумму в целом, но имеет. Так, Кузьма, почему меня ВК забанил за ММОСа? Ответишь, кидаю 500 рублей. Ну, наверное, потому что на тебя нажаловались пользователи, и этот ММОС был диким. Поэтому ВК тебя и забанил. Я жду эту пятихатку, мне она нужна, поэтому кидаю ее. Ты заебал, Никит. Что скажешь про Бродвей, почему он сейчас не так популярен? Ну, возможно. Я думаю, что... Неужели пятихатка? Пока-то спрашивает и похваляет, спрошу про авто 60-70-х годов. Вот мне нравится авто советское, такое, старенькое. Волги такие, во всякие, там, я не знаю, москвичи. Они классные, стильно выглядят. Да, вот какой-нибудь там Волга. Я в машинах не разбираюсь. Я вот, если вижу название машин, ну, то есть, я не могу там сказать, чем отличается эта машина. Почему эта машина лучше, а почему эта машина хуже. Вот я вижу Волгу 60-х годов. Это хорошая машина, красивая. Посмотрите, какая она стильная, черная, все себе блестит. Вот. Мне нравятся такие авто. Я вот думал над тем, чтобы у меня когда-нибудь был москвич 60-х годов, там, ну, такой старый, прикольный. Но, опять же, вот, и еще был вопрос, я его прочитал, но я на него не ответил. А, по поводу Ильдара Бродвее. Я думаю, что Ильдар Бродвей просто-просто заебался. Типа, ну, он набрел некий дзен. Вот он сейчас делает несколько роликов. Там, вот, хочет он сделать ролик и делает его. Вот, вам многие ютуберы, ну, они, конечно, этого не скажут, скорее всего. Но бывает такое, что ты делаешь видео, ну, потому что его надо сделать. Потому что, блядь, люди отписываются, потому что, ну, вот это как нормально такая хуйня. Типа, как работа? Вот мне надо сделать видос, потому что активность на канале проседает. И они делают это видео. И вот эта вся погоня за лайками, за просмотрами, за подписчиками продолжается очень много лет. И она сильно выматывает человека. Я думаю, что Бродвей, может, заебался в каком-то смысле. Бродвею нравится сейчас делать, вот, ну, вот, выпускать несколько роликов в неделю. Не гоняться за трендами. Он набрал некий дзен. Вот, собственно, как Мэдисон. Вот он же постоянно говорит, что вот, ему нравится Твич, Ютуб ему заебал, ему надоела эта гонка. И любой блогер скажет, что Ютуб это как непрекращаемая гонка. Вот гонка за контентом, которая очень сильно выматывает. Я думаю, что Бродвей устал. И я думаю, что очень многие блогеры к этому приходят, просто заебываются. Ну, надоело делать это все, типа. Почему нет записи эфиров на Ютубе? Ну, потому что я их делаю не так часто. Ну, и потому что я уже говорил, что я не оставляю записи, потому что... Ну, нет смысла. Я считаю, что мои стримы, ну, какие-то интересные, какие-то не очень интересные. Вот не очень интересные оставлять как-то вот не хочется. Потому что, ну, кто их будет смотреть, кому они вообще будут интересны. А даже интересно... Ну, понимаете, прелесть стримов в том, что ты можешь вживую что-то спросить, что-то... Что-то спросить вживую, что-то узнать, поинтересоваться чем-то. Вот прямо в прямом эфире, и блогер тебе ответит, назовет твое имя. А уже запись как-то вот не обладает теми свойствами. Гридин, когда ты собираешься выпустить свой фильм? Как только его сниму? Как только будет идея? Вот что касается стендапов, я так же говорил. Я вот не хочу теперь вот выступать, потому что надо выступать. Напишу стендап, сделаю тур и выступлю. Вот возьму... Вот у меня сейчас пишется золотой стендап. Стендап, который я никому не показываю. Я только собираю материал на него. Я его назвал золотым стендапом, потому что этот стендап, я надеюсь, будет хорошим. Вот. И не вызовет такое негодование, как мои предыдущие стендапы. Вот, блядь, когда сделаю его, тогда нахуй и выпущу. Вот это правильно. Вот так же и с фильмом. Когда придумаю его, продумаю идею, у меня будут... Ну, у меня все это есть, просто, типа, вот все продумаю, тогда и выпущу. Просто так выпускать фильм, это слишком большое событие. И плюс, не фильм первый, а короткометражку какую-нибудь я сделаю. Кузьма, ты был когда-нибудь в Калининграде? Нет, не был. Хочу обратно на стримы по Европе Универсалис, которые смотрело по 80 человек. Ну, я уже говорил, я еще и на тех стримах Европы Универсалис говорил, что вот эта ламповость, это нужно только зрителям, и то не всем. Вот, блогеру эта ламповость, когда его смотрят по 30 людей, по 40, вообще не очень приятно. И не очень ему нравится она. Вот, я считаю, что любое творчество в итоге должно выходить на какую-то большую арену. Вот сидеть и всю жизнь с 50-ми зрителями, это неправильно. Вот, как-то так. Как относятся к новому творчеству Big Russian Boss? Замечательно. Он себя вот... Ну, как вот он... В Big Russian Boss это главный образ. И этот образ может быть применим где угодно. Он может быть применим в музыке, что касается рэпа. Он может быть применим в видеоблогинге, что касается шоу там с приглашенными звездами и прочим. Вот где угодно. Так что Big Russian Boss как образ очень хороший. И этот образ применим абсолютно ко всем сферам творческой деятельности. Вот. Я бы хотел иметь подобный образ, вот, который можно было бы много где применить. Единственное, вот, чего бы я не хотел одного шоу. Вот, я не совсем... Я бы, вот, не мог бы, вот, как плюс-то пятьсот. Я не смог бы делать шоу очень много лет. Одно и то же шоу. Для меня это утомительно. Я охладеваю к проектам очень быстро своим. Ну, потому что, вот, когда ты делаешь один проект, как-то не чувствуется рост. Вот. Не чувствуется, что ты как-то растешь, становишься лучше. А когда ты делаешь новые проекты, каждый раз растешь, становишься лучше. Вот. Мне вот это нравится. Движение. Я уже говорил. Мне нравится движение. Поддержи Храброва. Я уже поддержал Илю Николаевича Храброва. Я Илю Николаевича Храброва выявил на Илю Мэдисона. Вот. Я перед... Мне Храбров писал в личку. Просил связать его с Мэдисоном. Я его связал с Мэдисоном. И я считаю, что я свою задачу по поводу помощи Ильи Николаевичу выполнил на 100%. Вот. Тут пара недель до выхода тесака. Что насчет дебатов или типа того, дедуль? Ничего. Я не очень хочу к этому участвовать. В каких-то дебатах. Мне это не интересно. Я вообще такой публицистикой заниматься не хочу. Какими-то такими вещами. Мне нравится заниматься творчеством. Мне нравится что-то делать. Мне нравится что-нибудь создавать, придумывать. Это интересно для меня. А споры? Там отстаивание своей позиции. Ну и какой смысл? Ну что? Ну отстаиваешь ты свою позицию. Что? Собеседник что ли твою позицию примет когда-нибудь? Или ты... Нет. Такого не случится никогда. Каждый останется при своих позициях. А эти споры очень сильно утомляют. Это полтора часа. Вот. Особенно мне не нравится спорить с друзьями. Потому что друзья сразу начинают обижаться. Если я не согласен с тем, что они говорят. Я начинаю злиться, что они не согласны с тем, что я говорю. Мы не приходим ни к чему абсолютно общему. Это споры. В споре рождается истина. Ну как? Как в споре рождается истина? Если никогда споры не заканчиваются какой-нибудь истиной. Споры заканчиваются на том, что каждый остается при своем мнении. И даже если вопрос касается того, кто кого переспорит, то же все равно истина-то не родится. Ну, вот когда спорят два человека, побеждает не тот, за кем стоит истина, а побеждает тот, кто больше знает. Вот там, к примеру, хороший пример. Вот спорят два человека про кино. Да? Один человек говорит там, самый лучший фильм в мире, ну грубо говоря, фильм Дизлайк с Машей Вэй. Другой человек говорит, самый лучший фильм в мире, это какой-нибудь там Тарковский, да, с этим Андреем Рублевым. Первый говорит, которому нравится Дизлайк, я с тобой не согласен. Второй говорит, что ты не прав, потому что там с точки зрения кинематографа, там так, так, так и так. И в итоге человек, который говорил, что ему нравится больше Дизлайк, он говорит, да, ты прав, фильм Дизлайк хуже, чем фильм Тарковского. Но человек-то победил, который говорил, что фильм Тарковского лучше Дизлайк, не потому что фильм Тарковского, ну, лучше, типа, чем фильм Дизлайк, да, даже если он так и есть на самом деле. Просто потому, что он больше знает о кинематографе, он может свою позицию как-то подкрепить. Но когда приходит следующий человек и говорит, что, типа, а ты хуй сос, не, там, лучший фильм там не у Тарковского, а у какого-нибудь Игнора Бергмана, блядь, или там Фредерика Феллини, ооо, вот. И он более, у него обладает обширными знаниями о кинематографе и может разъебать. Вот, человек, который считает, что лучше фильм у Тарковского, на примере, почему лучший фильм у Фредерика Феллини. А потом приходит еще человек, который считает, что у другого режиссера лучше, чем у фильма, чем у Фредерика Феллини и Игнора Бергмана. То есть не истина-то рождается как-то таковая. А просто один чувак разъебывает другого обширностью своих знаний. Но нисколько тем, что один толкает истину, а другую не истину. Вот, как-то так. Самый лучший фильм это «Зеленый слоник». Я абсолютно согласен. Я уже говорил, самый лучший фильм это фильм «Осин Пауэрс», все три части, величайший фильм. Ведите стримы Жизеппо. Жизеппо не хочет вести стримы. Как относишься к сайту Wikileaks? Никак не отношусь, я знаю об этом сайте. Вот как относишься к этому, блядь, это хуйня все, блядь, ебаная. Сделай совместку с боссом в образе настоятеля храма Киевской Богоматери Старца Кузьма. Нет. Спасибо, смотрю тебя уже четыре года. Большое спасибо, Саша. Я надеюсь, что много зрителей, которые смотрят меня, примерно столько же. Это классно, когда меня смотрят очень много лет. Есть ли произведения, в конце которых нужно собрать все ключевые моменты воедино и получить мозговой оргазм? Ну вот, наверное, ну вот это фильмы в стиле там топ-8 фильмов, которые, ну вот, фильмы по типу шестого очень острые. Не знаю, не знаю, как ответить. Повторюсь, пили переводы Висос, плиз. Нет, огромное количество переводчиков, которые... Что это вообще, вот это тупая, блядь, позиция, нахуй. Огромное количество переводчиков, которые переводят Висос. Нахуя мне его переводить? Его перевели просто все, кому не лень. Вердайдер озвучил весь Висос. Ну не весь, а огромное количество выпусков. Отдельные переводчики озвучивают Висос. Зачем? Зачем мне этим заниматься? Переводы Висоса, блядь, существуют уже очень много лет. Их очень много. И я думаю, что весь Висос давным-давно переведен. Зачем мне заниматься Висос? Блядь, вот если бы ты там... Ну это одно и то же, типа, начни озвучивать Томску какого-нибудь. Или начни озвучивать Насталджи Критика. Нахуя? Огромное количество переводов есть этих блогеров, этих там ютуберов. Мне этим заниматься не нужно. Уже эти переводы имеются. Нахуя? Ушел с фильма дизлайк еще до рекламы. Человек, которому понравился дизлайк, не выдержит и пяти минут Андрея Рублева. Но я имел в виду не о том, что там Андрей Рублев лучше или хуже фильма дизлайк. Я имел в виду, что как вообще вот все эти споры выглядят. И что вот к этим спорам, ну вот, что ли, я не знаю, составляющие какие-то споров вообще как таковых. О том, когда люди спорят, что... Короче, хуй с ним, блядь. Сами для себя решайте. Я ничего не буду, блядь. Читайте книги сами какие хотите. Фильмы смотрите какие сами хотите. Зачем вам нужен человек, который говорит, что читать и что смотреть? Ебать, неужели если вести топ-100 лучших книг или топ-100 лучших фильмов, там не будет хороших фильмов или книг? Да будут там хорошие фильмы или книги. Так что вот это посоветуй, посоветуй. Нахуй вам это надо вообще, типа. Вам нужно, чтобы я что-то сказал по этому поводу. Чтобы я там посоветую читал или там фильм «Бойцовский клуб». Вам реально нужно, типа, посоветовать книгу «Бойцовский клуб» или вам просто нужно, чтобы я сказал что-то о «Бойцовском клубе». Ебать, люди, которым нужно, правда, читать, что-то смотреть, они сами могут это все загуглить, они сами все это могут найти. Информация лежит в открытом доступе. Трансляция сдохла? Нет. Она определенно продолжается. Что нравится из фильмов Марвел? Ничего. Или это про комиксы было? Ну, наверное, тоже ничего. Я уже вырос из... Как-то я не угораю по супергероям. Вот старый Кузьма, который вот современная литература, ну вот тот старый Кузьма, который только начинал что-то делать на ютубе, конечно же бы сказал, что вот фильмы Марвел, блядь, это ебаная жвачка, которая предназначена для дегенератов и создается для дегенераторов. В этом фильме ничего нету, в этих фильмах нету ничего глубокого, всегда плоские персонажи, и вообще, блядь, это экранизация комиксов. Но сейчас я так считаю, типа, это эти, как там, аттракционы. Вот, ничего вы не получите от того, и вы не станете лучше от того, что вы прокатитесь на американских горках, вы не поборете все какие-то страхи, вы никак не станете хуже от этого, блядь. Если вы хотите поразвлекаться и покататься на аттракционах, пожалуйста, идите в Диву Остров, катайтесь на аттракционах, типа, если вам это нравится. Так же и с фильмами Марвел. Хотите писать про супергероев, посмотрите. Типа, какая разница. Кузьма, как относишься к Ленину? О, это такой долгий вопрос. Я хотел запилить как-то видос такой, ну, к нему надо подготовиться по поводу Владимира Ильича Ленина, но это слишком серьезный видос. Вот. Вот. И я, наверное, не должен такие видосы записывать, это не по моей части. Мне вот очень обидно, есть такой, короче, писатель Дмитрий Быков, и он вел акцию на Бомстартере. Он собирал на документальный фильм о Владимире Ильиче Ленине. То есть, вот именно такой документальный фильм, который вот с сухими фактами, ну, не фактами сухими, но вот сделает такое большое, достаточное исследование личности Ленина. Мне очень жаль, что эта акция загнулась, и она, ну, осталась в тени, и никому неинтересна. Вот. Я думаю, что Быков бы смог бы сделать этот документальный фильм очень годным, вот, и правильно, ну, и прямо пройтись по личности Ленина так, как это нужно делать. Вот. Старый Кузьма поддерживаю. Кузьма, ты часто играешь в компьютерные игры? Не во что играть. Вот прямо, не знаю, я вот у Инфа спрашиваю, типа, Инф, какие игры вышли за последний год, там, за предыдущий год, и он вообще ничего сказать не может. Нету игр, в которые вот интересно пройти. Я вот хочу поиграть, наконец-то, в игры, которые можно пройти от начала до конца, но таких игр нету. Потому что все игры сейчас какие-то скучные, какие-то, ну, неинтересные. Вот я играл в новый Doom, вот, который вышел. Не знаю, вот мне, неинтересно, мне скучно стало. Я дошел почти до конца, и все, наскучило. На что я потратил две тысячи, хуй пойми. Я вот просто, типа, сейчас играю в одну игру в Overwatch. Я на него потратил вот тоже там две тысячи, и, в принципе, она эти две тысячи окупила. Вот в плане того, какое оно мне дало развлечение или там убийство времени, да. Вот, а игры, которые вот я бы хотел, вот, поиграть именно, пройти от начала до конца, их почему-то нету. Мне там советовали какие-то поиграть и... Я уже даже не помню название видеоигр. Ромчик, уважаю тебя, обещал 500, но не было. Кидаю, 50 раз бань, пожалуйста. Ну, я понятия не имею. Ты спрашиваешь, почему я тебя забанил? Я баню только по двум причинам. Если человек спамит, вот, именно, какие-то ссылки кидает. Или если человек доебчивый, пишет по 40 сообщений, не прекращает, нахуй, этого делать. Вот. И вообще, вот, я что заметил? Всех людей, которых я разбанил. Всех людей, которые вот разбанили люди, которые банили мои коллеги, там, Юра, к примеру, там. Ну, неважно, очень много блогеров, вот, они устраивали амнистию. Вот, разбанивали людей, которые были у них в бане. Большинство из них снова попадало в бан. Просто, ну, потому что, блядь, если... Он ебанат, он не изменится, он ебанатом и останется. Он, блядь, был ебанатом и останется им раз и навсегда. 50 рублей, серый лист. Салам, Кузьма, давно тебя смотрю. Ты ебически кайфовый мужик. Дичайше доставляет твой контент. Дичайше доставляет твой контент. Как бы был и хуёвый, который мне не понравился, но хуй с ним. Ты всё равно охуенный. Йоу. Просто, и второго актёра... Я не помню, как его зовут, если честно. Вот. Зомби по имени Шон мне понравился. Вот, как я и говорил уже в предыдущем стриме, что... Я вот дойду до Эдгара Райта, я до него дойду обязательно. Вот. Я буду смотреть все его фильмы подряд, и у меня будет какое-то общее мнение о нём. Пока у меня общего мнения о нём нет. Зомби по имени Шон мне понравился. Я его несколько раз смотрел, что со мной редко. Я обычно не смотрю фильмы. Вот, по несколько раз как-то. Ну вот, Зомби по имени Шон смотрел несколько раз. Мне вот все разы понравилось. А что касается комикс-проповедника, это вот тот комикс, который я бы хотел прочитать. Вот. Но вот как-то не дохожу до него. Вот. У меня вот комиксы, которые я читал и которые я могу почитать годными, я все комиксы эти изложил в топ-5 комиксов. От Козьмы Гридина. Вот, пожалуйста. Ты сказал, что озвучил мультик, и я даже не понял, какой мультик в каком моменте ты был. Можешь рассказать? Это мультик «Город героев». Вот. Я... Там вы несколько раз сможете меня услышать в начале. Даже не, собственно, в «Городе героев», в короткометражке, которую в кинотеатрах крутили перед «Городом героев». Я не помню, как она называется. Вот. И... Ну и в течение всего фильма «Города героев». Если вам не впадло прислушиваться, что там пиздят на заднем фоне, пожалуйста, меня вы несколько раз точно сможете услышать. Но я там во всех сценах. Каких-то даже персонажей, которые там говорили «Привет» озвучил. Каких-то озвучил персонажей. Всех, ну, персонажей, которые участвовали в массовке, я все это озвучил там. Если вам не впадло прислушиваться и смотреть, пожалуйста. Кузьма, а как ты без рекламы на канале выживаешь? Ну вот, накопилась реклама, и сейчас у меня что-то не видео, то реклама выходит. Но я надеюсь, что я смогу как-то более организованно уже свой канал сделать. По какому образцу русского ютуба скучаешь? По временной промежуток. Образец 2012-2013 года, 2010-2011 и т.д. Почему? Ну, наверное, да, образца вот такого, 2010-2011 года, когда была «Спасибо, Ева» и «Карамба ТВ» только. Ну, вот как-то вот такой был маленький ютуб. Не то, что скучаю, но это было прикольное время. В том смысле, что там, что не проект выходил, то он был громкий как-то. Ну вот, спасибо, Ева, и «Карамба ТВ», когда были активными, это была что-то вроде такая холодная война. Каждый пытался сделать проект лучше, чем у конкурента, и вот все росло, 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 и видно вот, ну, это все рухнуло, взорвалось, и вот появился ютуб, который мы сейчас имеем. Ну, где вот проекты, которые когда-то делались, уже не считаются чем-то большим. Так что, да, на проекты 2010-2011 года. Как относишься к продолжению фильма на игле? Случайно абсолютно увидел, кстати говоря, об этом новости. Ну да, интересно глянуть будет. Первая часть была классная, да. Это определенно отличный фильм на игле, очень хороший. Кузьма, какая твоя любимая шава? Шава, в которую хуй не пихают. Вот это моя любимая. Кузьма, покажи сердечко. Пирамиды будешь рекламировать? Не, пирамиды, наверное, не буду. Кейсы, да, можно. Я, в принципе, считаю, когда припрет надо, можно и кейс прорекламировать. Вот, у меня, я открыт к любым финансовому предложению, но финансовой пирамиды нет. Их мы точно делать не будем. Вот это слишком такой контент. Устрою амнистию и снова буду дать его эти вытечники, обещаю. Так я это прекрасно знаю, я никогда не буду устраивать амнистию. Амнистию, то есть, все, в ГУЛАГ попал, сиди там. Кузьма, ты не думал перейти на более оплачиваемый контент? Я, что это вообще, блядь, значит? Ну, короче, я думаю, что не только я устал, устали все мои зрители. Вот, да, устал я и устали все мои зрители, поэтому можно типа закругляться. Я устал, очень много говорил, на многие вопросы ответил сегодня. Я надеюсь, что этот стрим был не слишком утомительным для вас. Я надеюсь, что вы после этого стрима что-нибудь узнали побольше обо мне, получили ответы на вопросы, которые вас интересовали. Я вроде как ответил вообще на все абсолютно донаты и ответил на какие-то вопросы, которые поступали мне в чат стрима. Вот, большое спасибо, что меня смотрели. С вами был Кузьма. Всем спасибо, пока.